Всем привет! Я в Дагестане. И вот что я вам скажу. Приехать сюда было одним из лучших решений в моей жизни. Дагестан – настоящая природная жемчужина. Здесь, на небольшой территории, разместились и песчаный бархан, и тропический лиановый лес. Роскошные горные плато, ущелья и каньоны, бурные горные реки, мощные водопады, снежные вершины и горные озера. Мы столкнулись с тем, что сами жители Дагестана зачастую не выезжают в соседние районы, не путешествуют по родной республике. Большинство из них даже не видели, насколько разнообразна и удивительна природа Дагестана. Что уж говорить о туристах. Невозможно прочувствовать Дагестан за пять дней тура, когда посещаешь по три локации в день, а на одну достопримечательность у тебя есть всего лишь полчаса. Мы жили в Дагестане, внимание, почти четыре месяца. В этом видео мы покажем вам самые разные уголки Дагестана, как туристические, так и не попсовые места, от которых дух захватывает. Добраться до некоторых мест было непростым испытанием. На этом пути нас ждали настоящие приключения и непередаваемые эмоции. Дагестан — это красота природы. Дагестан — это самобытные ремесла. Дагестан — это гостеприимные люди. Досмотрите этот выпуск до конца, и вы поймете, о чем я. Редактор субтитров А.Семкин Прежде чем мы с вами отправимся в незабываемое путешествие, расскажу немного о Дагестане. Дагестан — самая южная республика в составе России и, пожалуй, самая богатая по разнообразию природных ландшафтов. В последние годы в Дагестане активно развивается туризм. И это неудивительно. Это происходит во многом благодаря развитию интернета и соцсетей. Скрывать такое количество красоты на квадратный километр стало попросту невозможно. И это не только природная красота. В Дагестане около 6500 объектов культурного наследия. Из них около 2000 имеют федеральное значение. Многим из сохранившихся исторических сооружений сотни и даже тысячи лет. Название Дагестан — тюркское и переводится как «горная страна» или «страна гор». Однако, несмотря на название, горы занимают лишь менее половины территории Дагестана. А почти вся северная половина Дагестана — это степи и полупустыни. Еще Дагестан — это самая многонациональная республика России. На ее территории проживает более 30 народов, говорящих на 14 основных языках. А количество диалектов достигает двух сотен. Даже жители некоторых соседних аулов Дагестана могут не понимать друг друга. Самые распространенные языки в Дагестане — это русский, аварский, даргинский, кумыкский и лесгинский. Я побывал в 26 районах Дагестана из 41. Мы с семьей приезжали в Дагестан в начале мая, а уехали только в сентябре. Целый месяц мы прожили в горном селе. Я проехал по Дагестану более 4000 километров. Все, что я видел, я снимал на камеру. И все это ради того, чтобы выпустить этот самый большой и самый подробный фильм о Дагестане. Поэтому большая просьба — не жалейте ваших лайков и комментариев под этим видео. Поделитесь ссылкой на видео со своими знакомыми и друзьями. Эти простые действия помогут как можно большему количеству людей понять, какой он — настоящий Дагестан, и узнать ответ на вопрос — почему стоит сюда приехать? Чувствую себя как дома. Дом идет к нам с войной и встречаем его с таким молотом. Так что милости просим в Дагестан. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Махачкала — столица Республики Дагестан. Это большой город, который находится на берегу Каспийского моря. Население Махачкалы — более 600 тысяч жителей. Изначально город был основан как укрепление Петровска, а в 1921 году был переименован Махачкалу в честь революционера из Дагестана Махача Дахадаева. А в 2021 году сюда приехали мы. Помимо красивых видов на город и Каспийское море с горы Таркитау, которая возвышается над Махачкалой, в городе есть парочка неплохих парков и скверов с деревьями в центре, парочка интересных мечетей, озеро Акгель и парк Акгель, в котором расположен памятник русской учительницы, театр Горького. В общем-то и все. Ну и, конечно, местный колорит. Самострои, их здесь неимоверное количество, хаотичная, дерзкая, опасная обстановка на дорогах, она и пугает, и бодрит. Пестрая реклама повсюду. И, конечно же, рынки. В Махачкале я бы порекомендовал сходить поторговаться на местный рынок с оригинальным названием «Рынок номер 2». Ценников здесь почти ни у кого нет. Туристов-продавцы распознают мгновенно. Так что сэкономите на этом рынке вы вряд ли. Зато, возможно, получите удовольствие. Почти все продукты на рынке местных производителей. Многие из них вы сможете продегустировать по своему желанию. Либо вас настоятельно заставят это сделать. У Махачкалы есть свой город-спутник – Каспийск. Эти города уже почти слились. Можно даже не заметить, где заканчивается Махачкала и начинается Каспийск. И да, если вы когда-нибудь следили за российским футболом, то, возможно, слышали название этого города. Именно здесь находится Анжи-арена, на которой играл в свои матчи местный футбольный клуб Анжи-Махачкала. Светлая ему память. Мы в Каспийске жили аж два месяца. Поэтому, с вашего позволения, о нем чуть поподробнее. И ведь рассказать есть о чем. Сначала о грустном. Значительная часть города – это многоэтажки. Причем они продолжают строиться и строиться. Причем очень близко друг к другу. И практически без парковых зон между ними. Пролетая над этой частью города на дроне, я реально ужаснулся. А вот центр Каспийска, где мы жили, гораздо уютнее. Здесь малоэтажная советская застройка. Есть парки, скверы и пляжи. К пляжам Каспийска и в целом к пляжам Дагестана я еще вернусь в другой части фильма. А сейчас немного из истории города. Ну, прям совсем немного. Потому что город очень молодой. Основан в 1932 году. Даже свое столетие еще не отпраздновал. Все началось со строительства завода «Дагдизель» – крупного градообразующего предприятия. Потом вокруг него вырос город. Все. На 3 километра в море вынесена интересная конструкция, которая отлично видна с пляжей Каспийска. Это знаменитый 8-й цех завода «Дагдизель». Когда-то этот цех был засекречен, и там производилось испытание оружия. Но на сегодня он заброшен и стал самой известной достопримечательностью города Каспийска. Его еще называют «Дагестанский форт Боярд». В хорошую погоду к цеху предприимчивые местные возят на экскурсию. Ну, а я-то летел до цеха на дроне. Дагестанский форт Боярд. Дагестанский форт Боярд. Наземная часть цеха сейчас находится в плачевном состоянии. Есть вероятность обрушения элементов конструкции. Если вы вдруг захотите посетить этот загадочный объект, то помните, что делаете это на свой страх и риск. Аллах Макбер, Аллах Макбер. Аллах махмар, Аллах махмар Целых 96% населения Дагестана – мусульмане. Ислам накладывает свой отпечаток и добавляет колорит в атмосферу пребывания в Дагестане. Ислам также задает определенные правила и ограничения на внешний вид и поведение в республике. Я рекомендую перед поездкой в другие регионы и страны всегда изучать и стараться максимально соблюдать местные традиции и негласные правила, чтобы не попадать в неприятные ситуации. А также всегда с уважением относиться к людям разных национальностей, религий и взглядов. Проявляя уважение со своей стороны, вы обязательно получите его в ответ. Итак, чего не стоит делать, находясь в Дагестане? Не стоит одеваться слишком открыто. Например, надевать короткие шорты выше колен. Лучше не надевать одежду с открытыми плечами и большими вырезами. При посещении мечети туристов и туристок просят надевать штаны, длинные платья или юбки и покрывать голову. Также не стоит курить, употреблять алкоголь, ругаться матом и целоваться в общественных местах. Во всех странах есть свои принципы, которые необходимо учитывать каждому туристу. Например, где-то нельзя корову трогать, где-то надо еще что-то делать. У нас то же самое. Обычный дресс-код, который уже распространен в Дагестане среди турфирм. Шортики, майки и все такое, но он уже везде есть. И все. Я не думаю, что в горы Дагестана сюда наверх приедут люди, которые не будут уважать эти вещи. Мы с нашими гостями великолепно ладим, с полу слова друг друга понимаем. В этом абсолютно никаких проблем нет. И здесь, наверное, чуть-чуть такой вопрос. Толерантны мы достаточно, чтобы демократичны и толерантны, чтобы уладить все эти вещи. Абсолютно никаких проблем не бывает с этим вещами. Одеально отмечу, что строгость соблюдения ислама в разных частях Дагестана разнится. В крупных городах, таких как Махачкала и Дербент, гораздо меньше вероятность нарваться на замечания. Если вы, например, ходите по улице в шорках. Во многих других районах Южного Дагестана к таким вещам тоже относятся с пониманием. А вот в удаленных аулах Горного Дагестана последствия пренебрежения правилами и традициями могут быть весьма негативными. Вплоть до серьезного конфликта. В Махачкале из-за съемки без разрешения, особенно в отношении женщин, вы можете нарваться как на замечания, как я, так и на большой скандал. А в селе Кубачи, например, съемка женщин в национальных платках – нормальное дело. И, как я понял, даже приветствуется. Купальникам на пляжах в Дагестане относятся в целом нормально. Но если есть возможность, рекомендую надевать более закрытый вариант. Так вышло, что мы прибыли в Дагестан прямо в канун большого мусульманского праздника – Ураза Байрам. И были приятно удивлены увиденным. Для начала познакомьтесь с человеком, который сыграл важную роль в моем знакомстве с Дагестаном. Это Шамсудин Мухаммад. Шамсудин – инструктор по стрельбе из лука. Занимается продажей дизайнерских кухонь, продвижением натуральной продукции. Еще собирается туры по Дагестану замутить. Шамсудин помог мне увидеть настоящий Дагестан и стал мне здесь лучшим другом. Ссылка на его инстаграм будет в описании. Я из Дагестана, дорогая Пачкала. Горное село у нас. Телеты, Шамильский район, Гоор, Уорский башня, Кахиб, Сары, Супранас. Каждый житель Дагестана стремится не забывать свои корни. И когда представляется, чаще всего он называет свой район и свое родное село. Да и всегда при случае их упоминает. У нас есть маленький аул, родовой, который приехали на дебе и основали. Здесь, да, называется. Очень красивый обзор оттуда на гору Седло. Гора Седло – это патрях внутри горного Дагестана. Самое красивое село. Это как будто нарисовано... Ну, туда надо доехать, да. Ну, да, это такое очень красивое место. Вы просто увидите, будете в восторге. У Роза-Байрам – особенный праздник для всех мусульман. День, когда заканчивается священный месяц Рамадан. Многие жители Дагестана в этот месяц держали пост для души и тела. Не ели и не пили в течение дня. Совершали благие дела и воздерживались от дурных. И вот настал этот долгожданный праздник, которого мусульмане ждут даже больше, чем Новый год. Сегодня у нас находит праздник. Вот, если вы заметите, ездят в машине. Туда-сюда. Да, заходят в каждый дом. Давайте просто зайдем, какая интересная. Я их даже не знаю, и вообще, если мы случайно оказались. Ассаламу алейкум. Здравствуйте. С праздником. Можно к вам? Здравствуйте. Можно к вам? Да. Здравствуйте. Извините, пожалуйста, что Алис, какой я вас? Здравствуйте. С праздником вас. Вот, я здесь первый раз нахожусь. Это, как говорится... А можно не снимать? Это первый раз. Давайте я вас не буду снимать. И вы не попадаете с кадра. Главное. Вот здесь, в Дагестане, не все любят, чтобы снимали женщин. Некоторые прям, ну, говорят, лицо не снимайте. Ну, запрет такой. Да, бывают семьи, которые бывают категорически против, чтобы их женщин снимали. Они как-то ревностно относятся к этому. Не хотят, чтобы их женщины выставляли в соцсети. Но не каждая семья, конечно, есть семьи, которые безразличны. Они, да, и к этому спокойно относятся. А бывают вот именно определенные семьи, которые вот категорически против, чтобы их лица, их женщин, чтобы посторонние их видели. Это у нас обычные, обычные. В Дагестане. Вот, заходим, здороваемся, садимся за стол. Дети собирают в пакетах всякие сладости. И, как говорится, дети их там тоннами набирают, на год хватает им, как говорится. Вот здесь, например, впервые в жизни я этих людей вообще не знаю. У нас вот в любой дом зайдете, все у нас вот так вот накрыто. И здесь столы. И рады всем гостям. То есть прям серьезно я могу просто зайти сейчас в любой дом, и все будут рады? Ну, вот мы вас в первый раз видим, правильно? Никто нас не гонит вот сейчас. Это у нас как-то обычное дело. Ну, это я понимаю только во время праздника. Это во время праздника. Ну, а если говорить как о наших обычаях, это горные обычаи, это порядки вещей. Если вы приехали в какое-либо село, к вам подойдут, как правило, скажут, здравствуйте, к кому вы пришли, с каким там визитом и так далее. Если не с войной, здесь сразу гости начинают, как говорится, забирать друг у друга. Буквально там обижаются, что почему ты заблаждаешь этого гостя, они не пустил его ко мне. В Роза Байрам мусульмане Дагестана с самого рассвета. Ездят друг к другу в гости и иногда успевают посетить и до 30 семей в день, если не больше. Друг с другом встречаются люди, не видевшиеся в течение года, а то и по несколько лет. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, как вас зовут? Меня зовут Зериха. Что спросить? Как проходит праздник? Скажите, пожалуйста, что для вас значит этот праздник у Роза Байрама? В первую очередь, что этот праздник сплочен, в этот день видятся те, кто годами не виделись, родственники, друзья, они в этот день встречаются, посещают друг друга. Дети, для детей очень большая радость, они с утра, получается, с 6 утра даже, можно сказать, и до обеда они собирают сладости. Для детей это самое такое, из праздников, самый прекрасный праздник. Такое время, да, хорошее. Здорово. А ваши дети ходили, собирали? Да, конечно. Я вам скажу, сколько они собрали. Наверное, три больших таких вот коробок у нас вышло уже. Но они очень много собрали. Потом они это все едят, да, делятся сами? Ну, мы уже сортируем, конечно, им все подряд даем. Там, что можно, что нельзя, вот, например, три корочки, чипсы, такие вещи мы им не разрушаем. Бывает дозволенное, бывает недозволенное, мы сортируем. Заходим мелкими купюрами. Заходим мелкими купюрами. Так, здесь не нравится, но здесь можно садиться сразу. Ну-ка, я знаю, что тебе это все рассказало. Где у кого-то садиться? А сейчас это ваши знакомые, да? Так, это нет, ты чему? Нет? Да нет, знакомые. Можно и незнакомые, как говорится. Вот мы с Алексом заходили. Незнакомые вообще людям. Ты же видел, когда нас встречали? Да. Да, сошли, все, сели. Это вот где поселители есть. Так можно здесь в любой дом зайти, здесь пока все столы накрыты. Получается специальный стол для любых гостей? Ну да, пришли, да, можно зайти, кушать и все. Нагреть, конечно, нельзя, то, что дают, да? Там отдельные блюда здесь заказы не получаются, как представители. То, что есть, да. Горячие могут там согреть, внести, то, что там бывает. На столе не всегда бывает, то, что надо здесь подогреть. А с хозяевами надо идти, поздороваться? Нет, нет, нет. Возвлекать к себе внимание. Все это наше покушать, правильно? Нам надо главный дом, а за салат. Все, Алексей, выходим. Я тебе подарок. Во! Серьезно, подарок? Спасибо большое. Круто. У меня теперь есть шапка из Дагестана. Теперь двигаемся дальше. Спасибо. В горы. Я просто в шоке. Мы зашли, нас накормили, напоили вообще. И еще мне подарили шапку. Я теперь настоящий горец и могу поехать в горы. Шапка как называется? Папаха? Ну, Папаха, наверное. А как еще? Едем прямо в гору, куда-то наверх. Это Махачкала, брат. О-о-о-о! О-о-о! 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 И даже с пробуксовкой небольшой. О-о-о-о! 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 Тебе в Папахе должно легче быть. Не, в Папахе легче едется. Как бы смелости сразу прибавляется. Такой вид, да. О-о-о! О-о-о! А сейчас еще влево будет вид! О-о-о! А тут еще и дымка! О-о-о! О-о-о! Смотри, мне упадя оттуда. О-о-о-о! О-о-о-о! Это восторг! Мы прям по краю едем. Это Махачкала. Надо ручник затрать просто до потолка. Я не помню, что он не так вот. Практически я переведу в таком состоянии города. Видите? Да-да. Это не туман даже. Это что это такое вообще? Это непонятно. Да, туман бывает вот такой, да? Ну, а это что-то черное прям такое. Да я вообще не могу понять. Он обычно так не бывает вообще. Не, ну вид-то отсюда красивый, конечно. Леш, полетать удастся? Полетать? Полетать удастся. Ветра нет. Мечети в Дагестане есть на любой цвет и вкус. Маленькие и уютные в селах, большие и грандиозные в городах. Самая древняя мечеть в России тоже находится в Дагестане. И еще много-много мечетей практически в каждом селе. Упс, а это церковь. И это тоже христианский храм. И очень древний на вид. Но он и есть древний. Это Датунский храм. Памятник христианского средневекового зодчества. И единственный сохранившийся христианский храм этой эпохи в Горном Дагестане. Основан то ли в 10-м, то ли в 11-м веке. Заброшен уже в 13-м. Но погодите, Дагестан ведь совсем не ассоциируется с христианством. Откуда этот храм здесь появился, да еще в такие древние времена? Возможно, вы удивитесь, но христианство пришло в Дагестан задолго до того, как оно появилось в Киевской Руси. А также еще до того, как в Дагестан пришел ислам. Позади меня находится Датунский храм. Его возраст насчитывает более 10 веков. Он основан грузинскими миссионерами. Всего в средневековой аварии насчитывалось около 30 христианских храмов. Но на сегодняшний день сохранился только один Датунский храм. Место для храма выбрано интересное. Со всех сторон его окружают горы и создают эффект умиротворения. Еще в 13 веке позиции христианства в горном Дагестане и в отдельных районах Южного Дагестана были довольно прочными. Но потом на земли Дагестана пришли арабы и принесли ислам. А позже в Грузии произошел распад централизованного царства. И ее влияние в регионе ослабло. Все это привело к тому, что ислам постепенно вытеснил христианство. И по сей день доминирует здесь. При этом другие конфессии в Дагестане также мирно уживаются с исламом, как многочисленные народы Дагестана друг с другом. Яркий пример – город Дербент, в котором есть и мусульманские мечети, и христианские церкви, и даже еврейская синагога. Рассказывая про религию в Дагестане, я не мог обойти стороной и самое грандиозное религиозное сооружение Дагестана. Еще не построенное. Это духовно-просветительский центр имени пророка Исы, расположенный между Каспийском и Махачкалой. На его территории планируется построить школу, реабилитационный центр, детский сад, спорткомплекс, бесплатную столовую, исламские учебные заведения, благотворительный фонд, парк, фонтаны и прогулочные зоны с велосипедными, роликами и беговыми дорожками. Апогеем этой задумки должна стать огромная мечеть на 22 тысячи человек. Ну окей, грандиозная стройка и грандиозная стройка. Что такого, спросите вы? Мало ли таких масштабных проектов существует в мире, и кто знает, чем все это закончится. Я бы тоже прошел мимо и не заметил. Хотя вру, приезжая мимо сложно не заметить. Но мне сказали, что огромный комплекс на 35 гектарах земли возводится исключительно на пожертвования людей со всего мира. Эту стройку в Дагестане называют «народной». Это все строит народ. Здесь никакого нету спонсора, ничего. Люди сами, кто что может собирают, кто 50 рублей, кто 100 рублей, семенами вот так вот скидываются, покупают там тонну, или там определенное количество пучей, или там брусчатка на аллее героев-медиков. Я был на этой стройке в мае 2021 года, но она и по сей день остается важным событием для мусульман Дагестана. А вот это купол, видите, вот здесь будет купол. Это купол, точная копия мединского купола, который находится над могилой пророка Мухаммеда. В Медине, в Саудовской Араме. Это не вот такой же купол, зеленый, будет здесь. А кто организовывает это строительство? Организовывает муфтиат, республика Дагестана. Это станет как бы связующим звеном между мусульманами и другими конфессиями. Здесь будут специально располагаться даже площадки для туристов, которые могут посетить, мечеть в дальнейшем. Они как бы есть в проекте. Я точно не знаю, но я знаю, что за этот проект, чисто за проектирование, отдали огромную сумму денег. То или 5%, то или 20% от стоимости вообще этого. А далее только за спроектирование. То есть она спроектирована до такой степени, досконально. Она не просто там, пришли одни построили здесь, дальше построили другие. Здесь спроектировано, все идет по плану. Но будет завершение, наверное. Надеемся это увидеть с глазами. Комплекс начали строить в 2015 году. А когда закончат, одному Аллаху известно. Планируют закончить в 2025 году. Иншаллах, возвести фундамент мечети помогли крупные спонсоры. Все другие работы стали возможны благодаря финансовой и даже физической помощи обычных людей. Вы здесь на строительстве работаете? Да, я здесь работаю. А что вы тут делаете? Вот помощники, аресты. А сколько зарабатываете здесь? Ну, 25, 30, вот так вот. А, для Дагестана это хорошие деньги? Да, мне помочь хватает. Есть люди, которые каждый день работают как волонтеры. Ежедневно стройку посещают много людей. Не только из Дагестана, но и из других регионов страны и из-за рубежа. Кто-то приносит деньги, кто-то работает своими руками, другие приходят просто на экскурсию. Как вы уже наверняка поняли, Дагестан просто рай для туризма. От количества и разнообразия достопримечательностей республики глаза разбегаются. Махачкала или Каспейск – отличная стартовая точка для путешествий по горному Дагестану. Но, особенно для тех, кто путешествует самостоятельно, резонно возникает вопрос. А дальше-то куда? Давайте я помогу вам в этом разобраться. И тут без карты не обойтись. Это Дагестан, а это горный Дагестан. Подавляющая часть всех красот Дагестана находится именно на этой территории. Добавлю на карту Махачкалу. Ну и основные дороги пригодятся. Большинство туристических мест расположены вот в этой области, в которую входят Унцукульский, Гунибский, Хунзахский, Шамильский, Гергебельский и Лакский районы. Это направление условно можно назвать «центр горного Дагестана». Здесь хорошие дороги и обилие живописных плато. Гамсутль, Гуниб, Карадахская теснина, Гоор, Хунзах и Мачох – многие места этой части Дагестана на слуху и тысячи раз были отмечены на фоточках в Инстаграме. Кстати, в том числе и мной. Подписывайтесь на мой Инстаграм, там я под тем же логином в Путнап регулярно публикую тонны красоты. Но вернемся к карте. Дороги, проходящие через центр горного Дагестана, ведут в более отдаленные от Махачкалы районы. Ботлихский, Цумадинский, Цунтинский, Тлеротинский, Чарадинский районы и Бештинский участок. Эти районы я обозначу условно как западный Дагестан. Дорога сюда от Махачкалы займет три часа и более. Не везде вы встретите здесь асфальт. В некоторой части этих районов нужен пропуск в приграничную зону, ведь рядом Грузия и Азербайджан. Горы в западном Дагестане повыше и посуровее, чем в центре горного Дагестана. Здесь в целом гораздо больше леса, родников и ручьев. Почти не встречаются плато. Исключением является Ботлихский район, который по рельефу схож с центральным горным Дагестаном. Все эти районы, за исключением, опять же, Ботлихского, пока не туристические. Инфраструктура здесь почти не готова к приему туристов. Зато природа шикарная, во многом неизведанная. И этим лично меня привлекающая. Нетипичная для Дагестана. По крайней мере для того Дагестана, который многие знают по соцсетям. Еще одним и все более набирающим популярность туристическим направлением в Дагестане является Южный Дагестан. К нему обычно относят все направления южнее города Дербент. А сам Дербент является хорошей отправной точкой для путешествий по Южному Дагестан. Юждак примечательен тем, что здесь находятся самые высокие вершины Дагестана. Но не только этим. Юждак разнообразен и настолько огромен, что его не получится объехать целиком за одну поездку. Как бы вы ни старались. Поэтому его можно разбить еще на три направления. По числу дорог Табасаранская, Камсумкенская и Ахтынская. Без представления еще остались такие важные и популярные туристические направления в Дагестане, как Восточный Горный Дагестан, там, например, находится знаменитое село Кубачи, побережье Каспийского моря и Придгорный Дагестан. Придгорный Дагестан начинается буквально в Махачкале. Поэтому свое знакомство с природой Дагестана я начал именно с него. И сразу же попал в песчаную бурю. Субтитры создавал DimaTorzok Это бархан Сарыкум. И находится он всего в 30 километрах от Махачкалы. Это поистине уникальное место. Самый высокий песчаный бархан в Европе. Высота бархана составляет примерно 262 метра. Почему примерно? Да потому что она постоянно меняется. Название Сарыкум переводится с цюркского как «желтые пески». Этот бархан удивляет сразу несколькими факторами. Во-первых, непонятно точно, откуда он здесь взялся. Он здесь совсем один. Пустыни поблизости нет. Вокруг только предгорье Кавказа и Каспийское море. На этот счет есть различные домыслы и легенды. Но сейчас ученые склоняются к тому, что образовался он все же вследствие стачивания соседнего Кумтеркалинского хребта и заноса песка оттуда. Во-вторых, обычное свойство таких одиночных песчаных барханов то, что они постоянно перемещаются, качут на небольшие расстояния под действием ветра. Однако бархан Сарыкум, насколько известно, стоит на месте, не двигается, несмотря на регулярные ветра. Ну, вы сами видели, какие тут бывают ветра. Да, его вершины перемещаются со временем и изменяются по высоте. Форма бархана тоже меняется. Но в целом бархан неподвижен. В-третьих, климат Сарыкума кардинально отличается от соседних предгорий Кавказа. Морозов зимой здесь почти не бывает, в отличие от соседних территорий. А летом температура днем здесь бывает 60 градусов и выше. Это самое жаркое место в Дагестане. Ну и, наконец, здесь своя уникальная флора и фауна. Помимо кучи редких исчезающих видов растений и животных, здесь также живет много скорпионов и змей. Поэтому далеко заходить по бархану опасно для жизни. И лучше не сходить с троп. Когда я впервые приехал на бархан, ветер был настолько силен, что у туристов уносило вещи. Унесло кепку и у моего друга Шамсудина. Но настоящий горец не позволит улететь своему головному убору. Впечатления от посещения бархана у меня остались мощные. Во многом именно благодаря той буре, в которую мы попали. Я как будто попал в настоящую пустыню. А еще нелетная погода позволила нам пройти в сторону Большого Барханного Гребня. Обычно это запрещается местной охраной. Но этим вечером сотрудники предпочли смыться отсюда пораньше. Оно и понятно. Кстати, местная охрана меня неприятно удивила. Когда я приехал на бархан в другой день, чтобы поснимать Саракум с дрона, мне запретили его запускать. При том, что на территории бархана нет никаких бесполетных зон. А также до этого как минимум парочка известных блогеров были здесь и приспокойненько снимали. Вот приехал сюда чисто поснимать с дрона, а тут охрана говорит, снимать нельзя, типа заповедная территория. Хотя запретный зон никакой не установлен. Что это было? Синдром вахтера? Или попытка срубить бабло? Я до сих пор не знаю. Но неприятный осадочек остался. Конечно, я все равно запустил дрон снизу, спустившись с бархана. И без кадров с высоты не остался, как вы заметили. Но это довольно невыгодная позиция для съемок. Когда я залетал за бархан, терялась связь. И некоторые ракурсы мне так и не удались. Ну а сейчас мы отправимся в одно из самых известных и впечатляющих мест Дагестана. Это Сулакский каньон. Я не случайно начал этот фильм пафосными словами именно на его фоне. Ведь Сулакский каньон – это визитная карточка Дагестана. Сулакский каньон в Дагестане – самый глубокий в Европе. Его глубина около 1600 метров. Просто вдумайтесь в эту цифру. Колоссально. Смотри, там какая-то вода бьет. Я подумал, что это родник. Но нет, это шланг там. Вот из этого дырявого шланга и наполняется Сулакский каньон этой чистой бирюзовой водой. Википедии написано, что Сулакский каньон расположен недалеко от поселка Дубки в Казбековском районе. И большая часть туров по Дагестану проводится именно с заездом в Дубки. Но мало кто знает, что самая глубокая и впечатляющая часть Сулакского каньона, те самые 1600 метров глубины, расположена совсем в другом месте. Недалеко от села Верхний Каранай. Это даже район другой – Буйнакский. И туда ведет совсем другая дорога. Эта часть каньона намного менее посещаема. А зря. Вот где реальный масштаб. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Всего Сулакский каньон состоит из трех частей – Мятлинский каньон, Черкейский каньон и Большой Сулакский каньон. И расположен он на территории сразу пяти районов – Кизелюртовского, Казбековского, Буйнакского, Гумбетовского и Унцукульского районов. Черкейская и Мятлинская часть каньона расположены ниже Черкейского водохранилища. А Большой Сулакский каньон – выше по течению. Его называют также главным Сулакским каньоном. Здесь прекрасные смотровые, до которых можно доехать на машине, если вы знаете дорогу. Но будьте осторожны, не подъезжайте близко к краю. Мы сейчас находимся на Большом Сулакском каньоне. Видите, вот мы где находимся. Вот эта сторона у нас Гимирийский хребет. Та сторона у нас получается Салатовский хребет. Вот два хребта разделяют. Это великолепный каньон. Вот начало Большого каньона здесь у нас. Вот самая глубокая часть, самая красивая часть. Буквально вон там уже пару километров у нас идет слияние двух рек Аварского и Андийского кайсу. Собственно, образуется река Сулак. Красоту и масштаб места, где сливаются Аварское и Андийское кайсу и начинается Сулакский каньон, не передать словами. Поэтому я также заснял это место с дрона. Увидеть эту локацию сверху можно с пика Рокдома. Это высшая точка Гимринского хребта. А внизу, прямо по краю рек, в месте слияния, проходит дорога из Махачкалы в Ботли. Если тут самая красивая и глубокая часть, то почему все едут в Дубки? Ну там, как сказать, там инфраструктура чуть развита. Там подход, там трасса. Можно приехать без проблем. А здесь, конечно, здесь чуть так таково... с дорогами чуть плоховатые дороги. Да, я не сказал, что плоховатые тоже. Ну, можно доехать без проблем. Да, по сравнению с Юждагом, где я ездил, тут магистраль просто. Да, Верхнего Караная, в принципе, можно доехать без проблем. А так уже я могу там по точкам показать, развести. Разница в масштабах Черкейского Сулакского каньона в Дубках и Большого Сулакского каньона в Верхнем Каранае видна невооруженным глазом. После Большого Сулакского каньона каньон в Дубках воспринимается как маленький. Предвкушаю жаркие споры насчет глубины Сулакского каньона. В большинстве открытых источников по непонятной причине называется глубина 1920 метров. Но это неверная информация. Самая глубокая точка каньона находится в самом его начале. Аккурат между пиками Рок-Дом-Эр, 1937 метров, и Кеуда, 2439 метров, которые расположены прямо на краях Большого Сулакского каньона. Какова методика измерения глубины любых ущелий и каньонов? Берется абсолютная высота дна каньона в самом глубоком месте. Она между этими пиками на дне реки Сулак составляет примерно 340 метров. Далее выбирается меньшее из двух высот по краям каньона, и от нее отнимается абсолютная высота дна каньона. Поэтому глубина Сулакского каньона в самом глубоком месте примерно 1600 метров, а вовсе не 1920. Я опирался на данные топографических и спутниковых карт. Этим измерением рушится распространенный миф о том, что Сулакский каньон якобы глубже Гранд-каньона в США. Нет, не глубже. Но все равно он нереально глубокий. Вот сейчас мы, собственно, находимся на границе предгорного и горного района. Вот я сейчас на предгорном стою, вот. Эта сторона и та сторона уже получаются горный Дагестан. Да, сейчас покажу. Вон в ту сторону уже горный Дагестан. А, вот. Цепочка гор вот таких вот, с такими маленькими вершинками. Это Гемринский хребет. Также на Гемринском хребете есть очень отличная локация. Пик Гагарина называется. Советуюсь туда тоже подняться. Очень красивое место. И находясь там, ты лицезреешь горную часть Дагестана и предгорную часть Дагестана. Короче, очень интересная картина. Оттуда наблюдается. Я узнал о Большом Сулакском каньоне от местного фотографа Сайгидова Ахмеда. Сайгидов Ахмеда. Вы его можете найти вот по этой ссылочке в инстаграм. Сайгидов Ахмед фото. Я как раз в его профиле увидел вообще безумно красивые фотографии этого Сулакского каньона. И именно, именно по этой причине я решил поехать в Дагестан в этом году. Также Ахмед сдает туристам комнаты. Это очень удобно, если вы захотите посетить именно Большой Сулакский каньон. Здесь вас и накормят вкусно, и лучшие смотровые на Большом каньоне покажут. Какие смотровые ты порекомендуешь вот здесь, на Большом Сулакском каньоне для посещения? Вот сейчас мы находимся на Карнайских пещерах. Также есть смотровая медведь, также есть смотровая пирамида, орлиный клюв и летучая мышь. Посещение Большого Сулакского каньона рекомендую на вторую половину лета или начало осени. В это время там больше всего воды, и она приобретает нереальный зеленовато-голубоватый оттенок, как в этом видео. Ну а прежде чем отправиться из предгорного Дагестана в Горный, расскажу о своих наблюдениях и жизни в Дагестане. Во время пребывания в Дагестане мы с семьей не только путешествовали. Более того, большую часть времени я работал. Мы жили обычной жизнью бок о бок с жителями Дагестана и успели заметить кое-какие вещи вокруг, которые для нас были интересными и непривычными. Я собрал их в этой главе фильма, чтобы вы могли чуть отдохнуть и улыбнуться. Так называемые лежачие полицейские здесь на каждом шагу. Садясь за руль, я словно начинал бег с препятствиями. Конечно, за меня отдувалась машина, но мне ее было очень жаль. Лежачие полицейские здесь встречаются как плавные длинные, так и огромные как гора. Самые противные – это короткие, но высокие, которые убивают автомобиль даже на скорости 5 км в час. Не все они обозначены знаками и разметкой. Поэтому поездка по Махачкале – это настоящие скачки. Подхожу я в магазине на кассу и спрашиваю большой пакет. Мне в ответ – BMW? Я сначала опешил от того, что в Дагестане пакеты разделяют по маркам автомобилей. BMW пакеты, дайте. Позже нам рассказали, что раньше все большие пакеты были с изображением BMW. А сейчас здесь многие по привычке так называют вообще все большие пакеты. Как мы заметили, здесь, в Дагестане, очень любят Инстаграм. Вот Инстаграм. Там везде Инстаграм. Вон Инстаграм. Сночок. Мы приехали в Инстаграмный край. По крайней мере, так было до его блокировки. Страничка в этой соцсети есть у любого маломальски уважающего себя бизнесмена. От производителя сантехники до владельца маникюрного салона. Страницы в Инстаграм мы видели на билбордах, грузовиках, афишах. Короче, везде и всюду. Многие в Дагестане ведут активный образ жизни. По утрам я встречал много велосипедистов. А в 4 утра на пляже в Каспийске уже настоящая движуха. Туда-сюда ходит много людей. Спортивные площадки здесь не стоят без дела. И почти каждый второй дагестанец в прошлом борец. Когда мы только приехали в Дагестан и остановились ночевать в Кизляре, я заметил в туалете на полу интересного вида кувшинчик с водой. Такой кувшин также называют кумган. Предназначены такие кувшины для личной гигиены. Они стоят и в общественных, и в частных туалетах. Бумага, конечно, тоже имеется, но в данном вопросе играет неведущую роль. Улицы Махачкалы периодически превращаются в гоночные трассы. Ну как периодически? Постоянно. Нормой здесь считается без поворотки влезать прямо перед самым носом твоей машины. Ну и да, если вас пропустили на пешеходном переходе, то это можно считать большой удачей. Еще в Дагестане пользуются особым спросом и даже авторитетом продукции АвтоВАЗа. Здесь, в Дагестане, можно увидеть вот такое чудо. Чудо советского автопрома. Семерка, нульцевая. На дворе 2021 год. Заметьте, его выпускают уже свыше 30-40 лет. Он никак не меняется. Он не издается в своем дизайне и так далее. То есть, это видите, вот этот брутальный удар. Это геликс. Российский геликс. До сих пор вот это чудо еще... Смотрите, до сих пор... Запах прям аж такой. Запах новый, да, самодор. У меня он всегда будет выпускаться, пока есть дагестанцы. То есть, она выпускается прямо сейчас? Конечно, вот новая, посмотри. Понюхай аж вот внутри, вот. Почувствуй. Слезательно. Пора бы, конечно, менять дизайн вот на такой. Я, конечно, за такие красивые машины. Было бы хорошо, если бы автопром пересмотрел бы свои дизайнерские взгляды. Не удивляйтесь, если в Дагестане вы встретите подобную рекламу. Или такую, например. У рекламщиков Дагестана фантазия работает во все стороны. В Дагестан по разным причинам не приходят многие бренды. Чтобы выиграть конкуренцию, местные предприниматели зачастую прибегают к плагиату, копируя фирменные стили, логотипы и названия, которые у всех на слуху. Некоторые воруют вообще целиком. Но большинство все-таки имеют совесть. И делают это чуть более элегантно. В Дагестане очень модно взять известный бренд, например, Роснефть. Поменять пару букв, слегка поменять логотип. И вот себе новый дагестанский бренд. Руснефть. Особенно бросается в глаза плагиат на заправках. Чего только здесь не увидишь. Руснефть, Госнефть, Югоил, Ликойл, Лукоиздумяка, Дагпромнефть, Газпром с твердым знаком в конце. Руснефть, Пашнефть слегка измененным логотипом и многое другое. Все это, конечно, забавно и смешно, но по сути это банальное воровство и должно пресекаться. Как на это соответствующие органы глаза закрывают, мне вообще непонятно. Говорят, периодически проходят проверки. АЗС выплачивает штрафы и работают дальше, как ни в чем не бывало. Даже если вы ничего не знаете о Дагестане, то наверняка слышали о знаменитом дагестанском гостеприимстве. И здесь, особенно в горных селах, это не просто элементарная вежливость и добродушие. В Дагестане гостеприимство – это образ жизни. Если пришел гость, это твой аманат, случайностей не бывает, аманат – это доверие от Всевышнего, которое пришло к тебе домой. За это доверие ты отвечаешь. То есть за его сохранность, его кормишь, даешь ему ночлег, комнату. Его защищаешь. Защищаешь, да. Если за ним идет какая-то слежка, хотят его убить, что ты обязан его защитить, потому что это аманат. Это доверие от Всевышнего, которое пришло к тебе. Ты должен за него отвечать. С гостеприимством мы сталкивались на протяжении всего нашего пребывания в Дагестане. Для гостя здесь частенько накрывают столы, которые ломятся от еды. Находясь в горах, вы всегда можете быть уверены, что не останетесь без помощи и ночлега. В случае возникновения любой проблемы в Дагестане, вы практически всегда можете рассчитывать на искреннее участие местных жителей. Неравнодушием жителей Дагестан подкупает не меньше, чем своей удивительной природой. В Дагестан стоит отправиться прежде всего ради гор. После посещения Большого Сулакского каньона я задавал себе вопрос. Если меня так впечатлили предгорья, то что же я увижу в горах Дагестана? Первый раз я отправился в горы в сопровождении моего нового друга Шамсудина. Он был рад показать мне свою родину. Естественной границей между предгорным и горным Дагестаном считается Гемринский хребет. Проезжая сквозь него, мы попадаем в горный Дагестан. Дорога проходит по самому длинному автомобильному тоннелю в России. Он так и называется – Гемринский. Длина тоннеля – 4303 метра. Когда мы наконец выехали из тоннеля, то попали на суперзатяжной и суперпетляющий спуск. Чтобы и у вас все было супер, на этом спуске рекомендую никуда не спешить. Мы сейчас находимся на Гемринском спуске. Он идет от Гемринского тоннеля к селу Гемры. Здесь нужно быть весьма осторожным, потому что этот спуск очень крутой и очень затяжной. И если вы будете тормозить колодками, то вы рискуете их просто сжечь. Поэтому здесь нужно применять торможение двигателем. Это очень важная такая заметка для автомобилистов. И вообще в горах на затяжных спусках – это просто обязательная программа. После Гемринского тоннеля прямо на Гемринском спуске находится Гемринская башня, с которой открывается вид. Ну, вы догадались, на какой хребет. Рядом со мной Гемринская башня. Здесь неподалеку была древняя первая сторожевая Гемринская башня. Это уже новодел, построенная в 1997 году. Она построена примерно внешне похожа на ту Гемринскую башню первую самую, которая прославилась во время Кавказской войны. В истории Дагестана эта война занимает важное место. В разных частях Дагестана сохранились крепости, башни и другие рукотворные сооружения во времен Кавказской войны. Оценка современными историками кровавых событий на Кавказе в 19 веке разнится. Но однозначно это была настоящая трагедия для народов Дагестана и всего Кавказа, сопровождавшаяся тяжелыми жертвами. Но вернемся к Гемринской башне. На мемориальной табличке возле башни написано, здесь приземлился имам Шамиль после прыжка из сакли в день гибели первого имама Дагестана и Чечни Гази Мухаммада. Речь идет об одном из эпизодов Кавказской войны. В 1832 году царские войска окружили и брали штурмом Гемринскую башню. Но согласно преданию, именно благодаря своему мощному прыжку Шамилю, будущему имаму, удалось выбраться живым из этой схватки и в дальнейшем стать лидером национально-освободительного движения на Кавказе. Запомните это имя. В Дагестане есть много достопримечательностей, так или иначе связанных с именем имама Шамиля. Видите, интересная фраза, кто думает о последствиях, тот не герой. Это не говорится для нашей молодежи, чтобы они делали все, что им заблагорассудится, все, что в голову придет и там, давайте сделаем это. Не нужно думать о последствиях, так как герои не думают о последствиях. Это вообще другое. Здесь это высказывание имама времен Кавказской войны. Почему? Потому что кто начинает там мешкаться во время войны, он, конечно, неминуемо будет убит. И чтобы люди были храбрыми, он говорил, кто думает о последствиях во время битвы, защиты Родины и его интересов, защиты чести, тот уже не герой. Как видите, я сейчас одет в национальную одежду кавказских народов. Все народы называют ее по-разному, но наиболее известна она под названием Черкеска. В эту башню можно подняться, что мы сейчас и сделаем. Вот башню свободной. Новая башня пустая внутри, со смотровой площадкой, на которую можно подняться по деревянной лестнице. Что мы и сделали, конечно. Раньше из этих окон направлялись винтовки, это было оборонительное сооружение. Снутри они широкие, а снаружи узкие. То есть спереди узко, а сзади есть возможность манерировать в разные стороны. Это еще был не пик подъема, тут еще есть лесенка на самую вершину, вот на такую площадочку. Мы прямо на самой вершине этой башни. А еще Шамсудин проявил себя в качестве лучника, борясь с невидимыми врагами и нанемножечко погружая нас в атмосферу 19 века. Собирая по земле стрелы после успешной схватки, Шамсудин нашел-таки здесь себе настоящего соперника. Я тут побудил, конечно, опыт, сами понимаете. Но он все равно, он быкается, смотри, он не сдается. Характер дагестанского народа. Не сдается никак, просто не хочет давать. Проиграл, но не хочет давать. Честно говоря, страшно было за тебя немного. Я не знаю, как быки себя ведут. Они ведут себя очень агрессивно. Смотри. На ее шею, на ее рога. Они проснут нас, как человек. Без проблем. Дорога в Шамильский район, куда мы с Шамсудином держали свой путь, проходит по берегу живописного Ирганайского водохранилища. Невозможно просто проехать мимо и не остановиться. Здесь красиво. Такие космические здесь виды. Вода как будто взмутненная. Ну да, это после дождей так бывает. Она красивая бывает, когда нет дождей. То есть вот там вдали, если посмотреть, еще горы. Просто их не видно за облаками, что ли, как сказать. Но они высокие горы. Честно говоря, нам в этот день не сильно повезло с цветом воды на водохранилище. Видимо, после дождей оно на время помутнилось. Но ведь я был в Дагестане 4 месяца. И, конечно, нашел возможность запечатлеть Ирганай во всей его красе. Субтитры сделал DimaTorzok Здесь, на берегу, есть беседка для отдыха. Но Шамсудин придумал ей еще и другое назначение. Алексей, покатаемся, что ли? Это неплохо. Может, это что-то такое? Ох, это пресс качать. Очень здорово. Пожалуйста, в Дагестане вот такие экстремальные качели. Можно вот так вот качаться и пресс качать. Свернув с дороги в поисках красивого места для завтрака на Ирганайском водохранилище, мы случайно заехали во двор к местному жителю. Мы остановились перекусить. Чем Бог наделил нас? А здесь? Аж такое. Вот так выглядит тутовник. Другое название этой ягоды – шелковица. Раньше же были здоровые люди. Поэтому вместо хлеба я кушал. Ну вот у меня, например, кишечник. Это болит печень и желудок. Желудок лечит. То есть мне надо больше есть тутовника и все вылечится. Но утром надо есть тутовник. А, натощак. Но, между прочим, это еще и вкусно. Срываем его отсюда легко практически. Срывать не нужно даже прилагать усилия. Он готов, ждет тебя, чтобы ты его сорвал. Вот не успел дотронуться, он уже падает. Но что-то мы подзадержались, заряжаясь витаминами. Впереди нас ждало одно из самых известных и одно из самых мрачных мест Дагестана. Конечно, речь идет о Карадахской теснине. Много лет подряд воды реки Квартах пробивали себе дорогу в горной породе. В конце концов, образовалась очень узкая и очень глубокая щель. Так небольшая река победила гору. И теперь у нас есть возможность любоваться уникальной природной достопримечательностью. Путь к теснению от дороги, где можно оставить машину, занимает минут 20. Одна из самых распространенных ошибок туристов, когда они в горах путешествуют летом, когда жарко, когда здесь особенно остро ощущаются солнечные лучи, это, конечно, забывать о том, чтобы беречь свою кожу. Вот Шумсу-Дин мне подсказал. Я-то знаю вообще-то, что так надо делать, но когда до дела доходит, все время забываю. И каждый раз, как первый раз. Ой, а вот уже и теснина. Начинается теснина. Кстати, там очень змея выползти, потом этот... Да, да, аккуратненько. Здесь не бывает, где гладко, а вот там бывает, где-то. Змеи тут есть или это шутка? Не, змеи есть, конечно. Змеи везде есть в природе. Здесь и это... Ну, обычно, где люди часто ходят, там животные оттуда уходят сами добровольно. Ну да. Я просто говорю сейчас и эхо. Ого! Карадахская теснина – это узкое ущелье шириной от 2 до 5 метров. Находится она в Гунипском районе Республики Дагестан. А варцы называют ее «бесквариль». Надеюсь, я правильно произнес. Что в переводе означает «темное» или «слепое ущелье». Примерная длина Карадахской теснины – 400 метров. А максимальная высота доходит до 170 метров. По теснине протекает ручей, количество воды в котором меняется день ото дня. Приезжать в теснину после или во время дождей – дело опасное. Причем смертельно опасное. Если собирается дождь, нужно срочно покидать теснину. Иначе можно погибнуть. Это не шутки. Смерти туристов здесь были. И совсем недавно. Я остался под большим впечатлением от Карадахской теснины. Когда стоишь под огромными валунами, застрявшими на высоте прямо над головой – это нечто. Смотрите, какие валуны огромные. Вы представляете, сколько тонн на этом одном валуне. Один такой упал уже, видите, вот по центру. Вот мы наблюдаем, вот сзади. Я потопал пару раз. Пошла трещина. А мы еще пару суток и трещина доходим. Красивые звучные водопадики на пути протекающего ручья дополняют атмосферу. Снимал я здесь очень долго, просто потому, что не хотелось уходить. Хотелось передать этот мрак, эту красоту, эту глубину. Шамсудин тем временем обучал встретившихся ему туристов стрельбе из лука Если вы тоже хотите научиться стрельбе из лука, можете написать ему в инстаграм Пока мы находились в Карадагской теснине, ее посетило несколько групп туристов Некоторые залетали сюда буквально на 10 минут А затем гид торопил их, чтобы успеть посетить еще парочку локаций Искренне не понимаю, как можно посещать такие бомбические места на скоком, в попыхах, как бы между делом Мы с Шамсудином залипли здесь часа на 3-4 И это время пролетело незаметно Стоп, стоп! Ты куда убегаешь? Что случилось? Это единственный метод выбраться отсюда, убегать! Бежим, бежим! Очень доволен впечатлениями, тут своеобразные горы, ни с чем не сравнимые Я вот был в горном Алтае, в Абхазии в горах глубоко был, в Сочи в горах Тут красота гор по-своему уникальна, они как бы растительности мало и видна вот эта первозданная красота от этого камня Меня зовут Виктор, я сам в Тольятти, первый раз в Дагестане, наверное, еще раз побываю здесь обязательно Добро пожаловать, всегда будем рады вас видеть Понятно Да у меня изначально план, я на велосипеде ехал с Кизилюрта С Кизилюрта поднялся на Суакский каньон, а дальше пошла жара Ну, на велосипеде это палатка, спальник, 20 килограмм груза с собой, квадрокоптер с собой А на следующий день 40 градусная жара пошла и велик оставил где Суакский каньон у ребят Ну и решил автостопом проехаться Не проблема, да, ехать куда-то, до какой-то локации Не особо проблема, главное, чтобы была основная дорога Ну, чтобы узнать о настоящем Дагестане, рекомендую, выше в горы, знакомиться именно с жителями горных аулов И тогда можно на самом деле уйти в Дагестан Туда мы и отправились дальше, повыше в горы, туда, где не проедут заниженные приоры На дорогах горного Дагестана царит обстановка взаимовыручки Когда я останавливался на обочине для съемок и по привычке включал аварийку Не проходило и пяти минут, как очередной местный житель останавливался рядом Узнать, все ли в порядке и предложить помощь Поначалу мне трудно было к этому привыкнуть Каждый раз меня поражало это неравнодушие И я был рад, когда мне выпадала возможность отплатить той же монетой Что попросили, Алексей? Попросили насос, тут люди попали в беду У них, видимо, что-то с колесом Попросили насос, а у меня есть насос Я его недавно купил, еще не пробовал, правда Ну ты прям заразился в Дагестане добрыми делами Вот, первая качка в Дагестане пошла Хорошо, что не своей Мы сами могли попасть в беду И точно так же кто-то бы проезжал и помог Да, ну давай я что-ли попробую Все могут попробовать Аттракцион бесплатный Кто-то помог нам Кому-то помогли мы Они помогут еще кому-то Вот так вот Добро спасет мир Как оказалось, мы остановились прямо возле пешеходного моста Через реку Аварская Кайсу И получили возможность прочувствовать всю мощь этой реки Но мы пришли на мост Тут река мощная, мощная Вот смотри Смотрите, мощная река Показывай Ооо, вода как несет Мост какой Ооо, шатается Только селя не шатай, а то улетишь Путь наш лежал через село Галотль Мы проголодались А в этом селе как раз находится бесплатное кафе Это так называемая будка добра С надписью «Все бесплатно» И там реально все бесплатно Целый день охотились с коптера Карадагской теснини Из лука тоже пострелить ничего не получилось Наш шанс Вот эта вот надпись красноречивая Все бесплатно За счет чего бесплатно? Ну, за счет Таких порядочных, хороших добродетелей местных Коренной житель села Газим-Магомед Открыл заведение в целях благотворительности Кафе работает круглосуточно На благо туристам, местным жителям И гостям соседних районов Ночью, конечно, здесь очень красиво будет Эта подсветка и так далее Олег, да? Вот заходи Салям, а ваше Салям, а ваше Салям, а ваше О, пожалуйста, здесь Чудушки Так, все горячее О, я не буду это сам здесь сошвить Вот, вспотело, потому что горячо Будем вытаскивать Это лук шансудина Да? Да Сырь здесь Я просто оруженосец Чай уже потихоньку скипает Конфеты Да В этом случае Вот здесь вот У нас сладости Все Можно кушать Мне удалось поговорить с братом Хозяина кафе Нас удивило В этом селении То, что все села С проселочными дорогами В плачевном состоянии Многие А это село Оно прям с асфальтированными дорогами Достаточно хорошего качества Ну и с обилиями лежащих полицейских Правда Ну, мы были сильно удивлены И думали В чем же разгадка А ответ Мы нашли здесь Да Вот то, что это Брат сделал Для всех односельчанам Для этих Пример Для дальнейших Молодых ребятам Тоже За свой счет Он это сделал Асфальтировал Весь селений Вот только у него Сколько получается Каждый день На каждый день Сколько уходит От сюда Да В пределах 75 до 90 тысяч Мы должны понимать Что не только мы здесь останавливаемся Здесь очень много туристов Проезжих С других районов И так далее Гостей Это очень уже известный кафе Поэтому такие расходы Это только один человек Выплачивает А остальное Тоже может быть Кто-то там Купил Да Купил Оставил от себя Ну бывает Сегодня заходил Один парень Он говорит От себя Я еще конфеты хочу Разные Здесь поставить Он купил Поставил Вот 5 килограммов Конфеты Он купил Что-то сюда поставил Даже Вы говорили На кассе Да Деньги оставляют Чтобы здесь что-то купили Да И надо Знаешь 200 рублей 500 рублей 1000 рублей Он там Оставляет Восхищены добротой И хотят Чтобы от их имени Тоже сюда что-то купили Поставили Это деньги Мы же на карман Ставили Это достойно Похвал Отдаю Занес Здесь Ихний Чтобы им Хорошо Было Они могут Больше сюда Никогда не приехать Никогда в жизни Не оказаться здесь Но зато Добро Порождает добро Чего только не встретишь В Дагестане Задержка в каратахской теснине Не прошла даром Ночевать мы планировали В горном селе Тлизда Шамильского района Но тут случился закат И застал нас врасплох В какой-то момент Мы поняли Что нам придется ехать В полной темноте По опасному серпантину При том, что у меня Вообще не было Опыта вождения В таких условиях Мы сейчас На высокогоре Мы едем Вот по такому вот Гравийному Серпантину В некоторых местах Здесь не разъедутся Две машины Сейчас уже темнеет Желательно Побыстрее уже ехать Потому что По горным дорогам Ехать в темноту Это то еще удовольствие Но это небезопасно Давай двигаемся Вот сейчас пищит машина В горах Лучше не пристегиваться На самом деле У меня такой совет Должен судить Но я его раньше Где-то уже слышал Потому что Мало ли В какой ситуации Ремень Он всегда сыграет против Поэтому мне надо Сейчас Пристегнуться Пристегнуть его Чтобы он не пищал Вот так вот Вот кстати Какие тут местные Ставили только пыли на дороге Открыл на ходу дверь Он что делает Серьезно? Да Он смотрит на колесо Открыл дверь И смотрит свое колесо Ах На ходу Вот на краю обрыва Вот посмотри Влево Влево Просто посмотри На краю Вот такого вот обрыва Местный Какой-то Местный Местный экстремал Да Прямо на ходу Открывает дверь Смотрит колесо Там не отвалилось Оно у него По пути случайно Потом нет Все нормально Возвращается И рулит Кстати у меня была гравийная дорога Я ехал Спускался Очень был крутой поворот И на этом повороте Я заехал Как бы Наверное вырвало Этот Болт Единственное по моему Болт Он был И я еду Прямо машина едет И смотрю Мимо меня Катится Какое-то колесо Я сначала не понял Кто это колесо Пустил Потом дошло до меня Что это Мое колесо идет А я качусь По гравийной дороге Просто Вниз Я то медленно ехал По такой дороге Я потом остановил машину Но было очень тяжело Поставить там домкрат Вот это колесо К счастью Она не ушла В ущелье Она там остановилась Колесо я поймал Останил машину Побежал за ней Поймал Но каждый прохожий Ну проезжий Человек По одному болту снял От своей машины И дал мне Вот Езжай дальше А потом мы Не могли поставить домкрат Потому что Гравийная дорога Невозможно было там Домкрат установить Что машину поднять Но это еще только начинается Здесь будет вообще жить Коровы Сами знают Куда идти Как возвращаться домой Мы их тут немножко пасем Да, да, да Подгоняем Давай, давай Быстрее, быстрее Дома ждут уже там Хотят доить Там вообще есть дорога Ну жить начинается Это надо Здесь надо только с парашютом Спускаться Давай, давай Двигайся Там еще круче будет Спуски Так что готовься Это точно законно? Я вообще думаю Что это законно И думаю Что ты в Кардасской Теснине Набрался храбрости И тебе хватит смелость Ехать Вот по таким местам А там дальше Это вот мы вниз Туда поедем Да, да Там еще будет круче Это еще не спуски Ты пока Не спеши бояться Страх еще впереди Зачастую на горных дорогах Мало места И очень сложно разъехаться В таких случаях Должен уступить дорогу Тот, кто едет вниз Причем предусматривать Такие ситуации Нужно стараться заранее А если поздно среагируешь То можно попасть Например Вот в такую Не самую приятную ситуацию На этих кадрах Я был на крутом спуске И был обязан Уступить дорогу Но из-за поворота Поздно заметил встречный автомобиль И не успел прижаться К краю дороги Так, осторожно Здесь очень Неудобно А, тут еще нам На встречу машина едет Так, так, так Ты найди какое-нибудь место И паркуйся Потому что Здесь место только для Подожди, что он творит Ты должен был припарковаться Чуть-чуть вот там Ну Нет, ты сейчас назад не подашь Что он делает Я не знаю Не знаю Мы будем стоять, наверное Только вы перестоете Нет, он вступил Надо было ему Надо было нам туда Туда отъехать Ели сюда Давай мы туда отъедем Сейчас Ты сможешь подняться? А? Сейчас он в тебя врежется ли? Сейчас он тебя врежется Он не может держать Она видишь, что это Наручная на этом Кто виноват В смысле, кто виноват? В смысле, кто виноват? Ну, он не успел Там не было места Там не было занят Он дороги не ориентирует Я бы сказал Езжай сюда Я ему говорю Отъезжай Я думал, ты оттуда проедешь Вот так Ну, надо было припарковаться Реально Он же главный Как? Сейчас попробуем отъехать Говорят, горцы Спыльчивые, но отходчивые люди Но я бы сказал иначе Все люди разные Как на равнине Так и в горах Несмотря на все рассказы Про суровые горы И суровых горцев Вот этот небольшой конфликт Был почти единственным За время моего пребывания В Дагестане В итоге мне удалось Отъехать назад вверх По крутому склону И уступить дорогу А этот конфликт Завершился максимально мирно Уже на следующий день Вот так Ну, это брат там пришел А как Понял, что он был виноват Хотя по правилам дороги Жени были мы виноваты Ну, да По правилам дороги Жени были виноваты мы Он признался Сказал, я, говорит Был, говорит Сорков в горах На пастбище Что-то он потерял Свои сколки, что ли Он из настроения возвращался Когда поднимался Он весь в нервах Он увидел человека Он думал, что за наглец Он не подумал, что приезжий Может, не зная ситуацию Ехать так Потому что он ехал снизу вверх Вот в таком Ты видел, сколько градусов там было И видно было, что ему нельзя было Никак останавливаться И пришел Вот прям Лежался А он понял, что он Потому что Он погорячился Поспешил И вот подошел Как человек Узнал нас Мы-то его не узнали Потому что мы даже Было темно Да, было темно Вообще там силуэт просто был И это, наверное, запрало ему в душу И ему было тяжело, наверное Что такая ситуация Стряслась Ну а пока вернемся на ночной серпантин Мы до сих пор не добрались до ночлега А дорога становилась Все опаснее Дальний дай Здесь практически не видно дороги Только Так, так Левее держись Ты провалишься сейчас Что? Что? Там что, речка что ли? Ну да Как мы тут проедем речку На моей машине? Да спокойно Джамсудин, ты знал, что у меня не внедорожник В отличие от тебя? Да? Нет, ну сюда-то ты поднимешься Это река для тебя Че такое? Ты же уже горец Чуть правее бери Правее Правее? Да-да, правее, конечно Блин, у меня Это Клироса не хватит Давай-давай Двигайся, двигайся Вот река Все нормально, двигайся Ой-ей Все, поднимайся, поднимайся Не бойся, нормально Поднимай, поднимай Поднимай машину Давай-давай-давай Не бойся, не бойся, не бойся Я верю в тебя Топи теперь Поднимай, поднимай Здесь очень крутой Пойдем Благо для Шамсудина Это родные места Он знал эту дорогу наизусть Буквально каждый поворот И это не преувеличение Поэтому его подсказки Очень помогали Избежать неожиданностей Топите вправо потом Сразу Жесть какая Куда ты меня ведешь? Давай-давай Двигай, двигай, двигай Колесами Давай-давай Крути-крути-крути Сильно теперь разогнаться нужно Разогнаться Мне не хватит, мой хей Давай-давай-давай Право сразу Топи-топи-топи-топи Я повышаю Шамсудином Мастерство вождения Все Теперь Самое страшное Позади Я говорю Это уже Раз пятый Наверное Я не буду пугать То, что Нас ждет Слава Богу, что Нет дождя Если был бы дождь То А если завтра дождь Дочки были На самом деле Вечером Если К утру Что-то прольется То не знаю Мы тут останемся Наверное просто Да Отсюда выезда нету Просто Давай-давай Топи-топи Там палочка Не отвлекать Должен еще подняться По этому В склону Здесь нельзя останавливаться Здесь надо идти Все Назад уже дороги нет Все Вперед Только вперед Пан или пропал Пан или пропал Пропал не надо Пропал не будет И главное Вперед смотреть Ты сначала думал Что мы сюда не проедем Да Сначала думал Рискнуть Посмотреть Если не получилось бы Мы бы остановились бы Вот в том себе А если сейчас не получится То мы просто будем Задом ночью Выезжать до конца Да Потому что здесь Нигде разворачиваться Уважаемые Просто нигде разворачиваться Иногда Здесь просто Не видно Куда будет поворот Ты едешь просто Куда-то вверх И тебе надо Моментально В долю секунды Среагировать Куда дорога повернет Да И если ты не успел Какие-то доли секунды Можно На вот эти тысячи метров Несколько тысяч метров Влететь вниз Если Вы Не уверены в себе Рекомендуем вам Этого не повторять А еще Рекомендуем Проверить Полностью ходовую Как я это сделал Перед этим путешествием Давай Топи 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 Не Она уйдет Ой Сейчас как мы будем Она просто же Корова Сейчас будет реальная жесть Назад пути здесь уже нет Домой уже не все Сейчас реально жесть То есть то что было до этого Цветочки А в дождливую погоду Я бы тебе не сказал Чтобы ты рисковал Сейчас будет резкий Поворот направо Прямо на краю Вон того обрыва Когда человек Крутой поворот Делает вверх Он не видит Что там Поворот Или влево Или вправо Потому что дороги не видно Абсолютно дороги не видно Какую сторону Она просто поворачивает Не видно будет Давайте Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай Давай-давай-давай Смелее Давай Проехали Это все Это он был Все Больше не будет такой жизни Нет Там самый жестокий Впереди еще Аааа Это немного эмоций Не без этого Если бы Не ночь Здесь были бы такие Стоп Резкий поворот Вправо Резкий Там пропасть Там пропасть Будет пропасть Пропасть Все Я секунду Не видел ничего Вообще Просто Пока Чуть-чуть ниже Машина не опустилась Все Все позади Все позади Все позади Слава богу Если бы Если бы Да Если бы Я не предупредил тебя Вот тогда был бы Действительно Сюрприз Ты даже предупредил Я все равно был в шоке На какое-то мгновение Представляешь Как будут смотреть Потом этот ролик Про Дагестан Вот в этом моменте Насколько будут Наши Зрители Наши подписчики Переживать просто За мою жизнь И за мою Я же тоже человек Здесь Сижу Да это Это несомненно У меня детей больше Опа Но они потом Посмотришь Что еще Там будет концовка Они перемотают И успокоятся Будет все хорошо Как в детском фильме В конце концов Мы смогли вздохнуть Спокойно Мы поднялись В село Тлизда А что делать Если я вообще тут Заминирую Заминирую Подминировали Ну как тебе Езда Понравилась Езда Я это на всю жизнь Запомню В селе Тлизда Нам предстояло найти Ночлег Довольно позднее время Но В горных селах Дагестана С этим проблем Не бывает Если бы мы остались Ночевать в машине И я рассказал бы Об этом фильме То местные жители Посмотрев его Даже расстроились бы Представляете Поверьте мне Тогда под этим видео Появилась бы Куча комментариев В духе Зачем ночевали в машине Постучали бы в любой дом Вас бы приняли без проблем Я говорю об этом так уверенно Потому что такая ситуация У меня уже была В Тлеротинском районе Там я один раз Остался ночевать в машине И упомянул об этом В моем фильме На краю Дагестана Кстати Тлеротинский район Очень красивый Ссылка на этот фильм Будет в описании Вот полюбуйтесь Насколько это задело Гостеприимных местных жителей Как говорится Без комментариев Идем по селу Сейчас у нас будет задача Найти где переночевать Мы стучимся В первый дом Который увидели Пока Просто нет ответа Но мы думаем Просто они не слышат Не было мужчин дома Когда нет мужчин дома А сторонним мужчинам В этот дом Бывает запрещен ход И как мы видим Дверь бывает закрыта А здесь у них звонок Не бывает Интересно? Это была попытка номер 3 И мы не собирались Больше стучать Потому что это не принято По исламу После трех раз Нельзя людей беспокоить Но у нас появился шанс Вышла соседка Она сейчас позвонит им Благо Здесь есть телефоны Связь Наша поездка В это село Завершилась удачно Нам удалось Найти где переночевать Добрый человек Магомед пустил нас К себе в гости Еще одно проявление Гостеприимства В Дагестане Оказать путнику Ночлег Это честно В этой главе фильма Я расскажу о непростой Но по-своему интересной Жизни в горных селах Дагестана Беспрекрас Как она есть И первое На что я обратил внимание Это натуральные продукты Здесь экологически чистый регион Альпийские луга Вот молоко Здесь тысячи разных цветов Начиная с ранней весны До поздней осени Они по-разному Разные цветы Цветут На них садятся пчелы Собирают мед И вот эти цветы Кушают коровы И насколько же целебен Должен это молоко От этой коровы Которые кушают эти цветы Здесь все экологичное Масло они сами делают Молоко Сыр Творог Все они выращивают Зерно выращивают Потом здесь есть мельницы Они получают Цельнозерновое Цельнозерновая мука И хлеб Просто Один запах Чего стоит Это Уже настоящий Реальный домашний Как говорится Под него делают Да В городах Но они сравнятся с этим То что в горах добыто Урожай и так далее Промолота Сделано Здесь Все экологичное Здесь масло стоит Можно сказать Как мед Вот Настолько Очень дорого Потому что В России Мед у нас масло Дороже стоит У нас мед тоже дорогой 5-6 тысяч стоит Ну да Есть за 8 тысяч За 8-9 тысяч Это банка Ну натуральный у нас Это мед Отсортовое Зависит На олимпийских кругах Этот мед Он такой Если нам удастся Завтра мы этот мед попробуем Даже Здесь Просто фантастический мед Но к сожалению На продаже он не бывает В ограниченных количествах Собирают его Пчелы Но он есть Горный майский мед Это что-то с чем-то Алексей Персональный мед Будет здесь Это наш мед Горный Горный Серьезно Только о нем говорили Подожди Как это У тебя тоже есть сотый Да нет Я тоже купил Видишь Запах Смотри какой Ну запах К сожалению Невозможно Передать через камеру Но мы Как это оценим У тебя сюда идет запах Как будто цветы Вот просто Реально Цветами Ну да Чувствуется уже Даже тут Крепкий Крепкий Да Он не такой Конечно Как обычный В городах Очень крепкий Он Но его много Нельзя кушать Он станет отравой Я пробую Как мне Сказал Шамсудин Крепчайший Горный мед Вот когда будет Жечь в горле Ты скажешь Жжет в горле Пока нет Ты мало Попробуй Давай еще Не Ну он вкусный Конечно Ты мало Берешь совсем Нормально Возьми Так Меня напугали Он очень крепкий А вот сейчас Жжет немного В горле Вот сейчас Через 5-10 секунд Начинает жечь В горле Попробуй еще Сейчас ты будешь Просить пощаду Ради чего это делается Я сегодня и так уже Просил пощаду Просил пощаду На этом серпантине За что Да за какие грехи Я попал сюда Мы завтра С утра Встанем Поснимаем И поймем Что это того стоило Я надеюсь так будет Надеялся я не зря Рассвет на фоне горы Седло В Шамильском районе Зрелище Необыкновенное Рассвет на фоне горы Седло Утро Мы проснулись Поднялись Еще до первых лучей солнца Пришли сюда В эту чудесную местность И просто Лицезрели Все это великолепие Это горное село Здесь красивые холмы Рядом есть красивые леса Еще другие горные села Гора Гора Которую сейчас не будет видно Потому что она прямо Напротив солнца Которая уже успела взойти Птички поют Запахи Цветов Лугов Чтобы такую атмосферу Встретить Надо было подняться На 2 километра вверх После рассвета Я побродил по небольшому селу Чтобы запечатлеть обстановочку И предлагаю и вам Максимально окунуться В атмосферу горного аула КОНЕЦ Но отвлечемся от лирики. Большая часть населения Дагестана исторически проживала в горах и предгорье. Но и сейчас на горных территориях проживает более 800 тысяч человек. А это не менее четверти населения республики. Горные села Кавказа называют аулами. Аулы горного Дагестана – это, не побоюсь этого слова, уникальное явление. Поражает их удивительное расположение. Многие аулы находятся на высоте выше 2000 метров над уровнем моря. Часть аулов расположена в низинах вдоль рек. Например, Ахты, Галотль, Рутул, Клерота. Есть аулы, которые находятся на краю пропасти. Например, Хунзах или Куруш. Или Гуниб. Но тут вообще особенный случай. Трехъярусный аул прямо на крутом склоне Гунибского плато. Но и это еще не все. Я был просто в шоке от дагестанских аулов, расположенных прямо на гребнях или почти на вершинах больших гор. Вот, полюбуйтесь, это Гельмец – Рутульский район. А это Уриб – Шамильский район. А это Талсух – Тлеротинский район. А есть такой аул Цумилюх, неподалеку от Тлероты. Он расположен очень высоко, в верхней части склона Большой горы. Даже на автомобиле доехать в такие села бывает непросто. Например, к селу Цумилюх поднимаешься по узкому серпантину. До реки – сотни метров вниз. До села – сотни метров вверх. Просто дух захватывает. В таких местах прокладывать и задержать дороги в хорошем состоянии довольно сложно. Поэтому большинство дорог глубоко в горах – грунтовые и не всегда широкие. Плюс, летом, во время и сразу после сильных ливней, на горные дороги могут обрушаться камни, сходить, сели. Зимой дороги засыпают снегом, и на некоторое время они становятся непроходимыми. А весной движение на дорогах может остановиться после схода лавины. Также непогода частенько выводит из строя линии электропередач. Тем более, значительная часть энергетической инфраструктуры республики находится в целом плачевном состоянии. Периодически отдаленные горные села могут на время оставаться вообще без связи с внешним миром. Меня часто спрашивали в комментариях, Как же они там бедные без электричества, без воды, без газа, без связи, без отопления? Ну, во-первых, не без воды. В каждом горном селе обязательно либо есть свой источник воды, либо проведен трубопровод от соседних источников. Причем это чистейшая, родниковая, минеральная вода. Не сравнить с городским водопроводом. Вот это вода, сильная вода, хозяин так выразился, сильная вода. Ну, это значит очень хорошая, очень такая из природного источника, очень чистая, очень насыщенная минералами. Попробуем. Приятного аппетита. Ну, вкусная. А эту воду сдалека провели специально, потому как она имеет какие-то особые свойства. Вот в горных селах так делают. В городе в водопровод пускают просто хлорированную какую-то воду, вообще просто, которую невозможно не то, что пить, ей даже мыться страшно. Здесь, в селах, все по-другому. Да, хотя есть свои источники, они могут издалека провести более качественную, более хорошую, вкусную, полезную, насыщенную минералами воду. Они выбирают, у них есть выбор, а в городах нет выбора. В городах только то, что запускают в краны. Если вы удивлены родникам на большой высоте, то знаете, родники могут располагаться практически на любых высотах, где вода еще не замерзает. Более того, подземные воды чаще всего пробиваются на поверхность именно в горных и предгорных областях, образуя родники на склонах местности. Во-вторых, электричество есть практически везде, охватывает почти 100% потребителей. Другое дело перебои, о которых я уже сказал. В-третьих, и я был этому приятно удивлен, во многих селах-горах отлично ловит 4G. Но, конечно, не во всех. Есть и те уголки, где проблемы даже с обычной мобильной связью. Газификация Дагестана реально страдает. Впрочем, как и многих регионов, самый богатый газом страны. Но где-то газ все же есть. Кому-то повезло. Существует программа газификации регион. Вот на этой карте синим обозначены уже имеющиеся газопроводы, а розовым, обещанные к 2025 году. Обращают внимание, что целые районы газифицировать даже не планируется. Как же люди обогревают свои дома в отдаленных горных селах? Учитывая, что на электричество особо полагаться не получается, решают эту проблему, как правило, двумя способами. Первый способ – топить печку дроваем. Так делают, например, во многих селах Тлеротинского района. Я обратил внимание на интересную логистику. Лесозаготовители рубят лес на делянках в ущельях, сплавляют его по реке, а потом развозят по селам и продают. Кто-то топит углем, а кто-то – кизяком. Кизяк – это биотопливо. По сути, высушенный навоз, перемешанный с соломой. В навозе содержится метан. В основном горение идет за счет него. Этот вид топлива экологичен, а также более дешевый по сравнению с углем и дровами. Вот это вот коровий навоз. Он перемешивается с соломой, потом сушится. Интересно сушится. Вот дома. Здесь бывают облицованные кизяком. Они бьются в лепешку, собираются в такой комок, бьются сюда, мнутся в лепешку. И они сушатся прямо под солнцем. Потом они отломаются и собираются в такие кучи. Это нужно для того, чтобы отапливать печки и так далее зимой. Они хорошо горят, долго горят. То есть это долгоиграющее топливо горцев. Помимо дерева, которое они собирают, экологичное топливо. Кизяк кизяком, но вам, наверное, интересно, а как здесь люди живут? Жители горных аулов занимаются в основном сельским хозяйством. Держат скот, имеют сады, огороды. Напрашивается вопрос, как же посреди скалы гор вообще что-то можно вырастить? Оказывается, можно. Солнца и воды в Дагестане хватает. А в плотообразной части горного Дагестана, где в горах много более-менее ровных поверхностей, вообще превосходные условия для садоводства. Вот вы здесь живете в Галотли и здесь и родились? Да, я здесь родился, вырос, учился. Вот живем в горах. Чем живете, чем зарабатываете, расскажите. Ну, в нашем селении в основном садоводство бывает. В основном и садоводство тут основное у нас абрикосы. Можно сказать, одни из самых лучших абрикосов. В прошлом году первое место заняли наши абрикосы. Первое в Дагестане? Да, первое место. По вкусу, по качеству? Там по всем параметрам проходит. Каждый год практически, а не в прошлом году, в прошлом году у нас пандемия была, а позапрошлом году. Каждый год проходят соревнования, ну, по всему республике, она обычно бывает или в Махачкале бывает, или в Гергебле, обычно в центре там бывает. И они сравнивают это по вкусовым качествам, по размерам, по виду, по красоте. И там много факторов бывает. И вот несколько раз наши абрикосы первое место занимают. Химикаты не используем. Из-за этого выживают самые сильные, суровые абрикосы, короче говоря. Вот здесь абрикосовые сады. Здесь много разных сортов растет. Некоторые уже поспели и прям сладкие. Но это еще не такие сладкие, как они могли бы быть, если бы здесь не было дождей. Потому что абрикосы, если дождь, то вкус у них портится. А если засуха, то они на солнышке припекаются, и получаются прям сладкие абрикосы. Местный абрикос занимает первые места на различных выставках по всей России. Здешние абрикосы занимают первое место в Дагестане. То есть представьте себе, из тех, кто занял первое место в России, это еще первое место. То есть это самые лучшие по экологичности и по всем другим параметрам абрикосы. Да, отрадно было узнать, что именно в Голотлинске абрикосы занимают первое место. Так как у нас такие сады расположены не только в Голотли, у нас в Ботлевском районе есть сады, в Гиргебельском районе есть сады, в Гунибском районе есть сады абрикосовые. Ну, во многих районах, и даже на Низменности, уже везде они повсеместно. Идет плетение. Это для сушки абрикосов. Это для приспособления для сушки абрикосов. Да, летом абрикосы когда собирают, курагу сушат вот на ней. Так же и... Вот абрикосы. Да. Здесь снизу вентиляция идет, на солнце ставят. А это из чего? Это что за прути? Это ива. Ива. Она из-за того, что она гибкая? Да, она гибкая, вот так, чтобы она обычно не ломается, и в воду ставят ее. И чтобы, когда закручивалось, ее не ломалось. Так же и корзины тоже делают для нее. Так, косточку вынимаем. Ставим сюда. Вот так вот сушат абрикосы. Да. Блин, они настолько аппетитно выглядят, что их охота съесть просто, а не сушить. Вот курага, а вот будущий урбеч. Безотходное производство. А кроме абрикосов, еще что у вас тут хорошо выращивается? Ну, у нас персики бывают, яблоки бывают. Ну, у нас, в принципе, все растет здесь. Кроме бананов, все растет. Вот здесь у нас даже киви есть. Ой, интересно. Мы уже начали выращивать. Хурму основном у нас делают. И черешни бывают. Ну, все фрукты бывают у нас. В нашем районе, у нас самое такое теплое место, из-за этого фрукты у нас любые, можно сказать, есть. Фрукты, ну и получается молоко, значит, рогатый скот у вас. Да, ну, животноводство тоже у нас есть, но основном у нас садоводческое. Садоводством занимается основном. Ну, сейчас, в последнее время, животноводством тоже начали многие заниматься. Ну, у нас есть фермы. Много ферм тоже, как бы, на одних абрикосах. Ну, и получается, вы их выращиваете на продажу? Скот? А, нет. Фрукты, абрикосы. Да, 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 основном на продажу. Вот, ее обычно собирают где-то 2-3 этапа. Там, первый, второй, третий этап, это уже на продажу идет. А, то, что осталось, то, что не продалось, мы ее сушим, и как сушеное видо тоже продаем. А еще, у Шапи мы полакомились горным медом прямо в сотах. И получили не только вкусовое, но и эстетическое наслаждение. Вот тут, соты. Меня чуть-чуть тоже дали. Это уже из пасеки, из хозяйства. Мохаммад Шафи. О, это же что-то. И пробуй. М-м-м-м. Счастлив. Скусно? Да. На что похоже? Или мед, на мед? На мед? Мне тоже кажется, когда я пробую какой-нибудь мед, мне кажется, они все похожи на мед. Ну, пробуй. после меда. После меда такое необычное послевкусие в горле. Такое целебное мед. мед. Серебряда? Сливочное 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 шахи. Вот здесь. Смотри, по слепку. О, как сладко. Сладко, Да. нож такая проводится там прям вытекает да по традиции надо ее укусить я не рискну просто раз когда укусил плохо стало обычно весной смотрят на пчел перезимовали как перезимовка прошла когда мы открыли ее пчелы не выжили у меня семья слабая была и тот мед который мы для них оставили на зимовку кушать она они ее практически не сели и оставили но и мы попробуем взять рамку вытащить вот сейчас так я порезал кусок порезал такой длинный и для видеоролика для друга чтобы это сделать и я укусил ее первый раз укусил съемка не очень хорошая получилась потом второй раз я еще раз укусил ее и так скажем опинила короче говоря на меня парка опинила короче она и плохо стало ну вообще штормит стала я еле на ногах стояла я говорю надо зайти здесь и сел и уже начал там разные вещи кушать и такая вещь со мной происходило уже второй раз а на пасеках мед он когда уже для продажи она уже к концу сезона где-то в августе они ее снимают через машину прогоняют уже вытаскиваем мёд чтобы он спел и стал вот как бы запечатанный мед вот как он здесь вот так ее надо в уле оставлять и когда он всю зиму еще в уле бывает они пчелы вот эта жидкость которая там внутри бывает влагу он выгоняет и остается цельный нектар и таким образом мед поспевает когда он мед спел и бывает и там без различных добавок он будет он такой мощный мед становится вот этим он отличается его значит много есть нельзя ну и и много и не покушаешь что-ли даже при всем желание если утром наташа кушать это очень самая полезная вещь какая капля вот здесь какая-то картошка на самом деле там очень ценное масло топленое масло горных коров а это масло такое ну да я чувствую маслом пахнет а лежит картошка думаю что такое на интересная конечно жизнь с жизнью в городах не сравнится ну да ну в город то ездим это в городе тоже бываем но здесь намного лучше ты знаешь что ты не пропадешь здесь у нас и соседи я вот с детства мама всегда болела мы любому человеку любому соседу можно зайти там покушать то что нужно по дому помогут соседи друг другу эти заборы даже у нас недавно только были раньше даже забора не было у нас так друг другу ходили и вот так жили шансудин забрался на черешню и пока что ест сам и все это обратите внимание на фоне гор ну как вкусно вкусно мужу угостишь разве может быть горская черешня не вкусно настолько вкусно а чем вы здесь живете чем чем живете что едите чем зарабатываете на жизнь а сами выращиваете овощи с корови с молоко пьем на своем всем натуральном и и поэтому мы со здоровьем все хорошо еще больница не лежал 73 года у меня ну здорово здорово больницы не лежал еще вот а вот абрикос персик и персики здесь растут на грамм наград и горах наград где здесь растет виноград что а где виноград а вот виноград действительно вот виноград растет ужас а это что такое смородина да это смородина но благодатная земля потому что обычно в горах все это не растет потому что суровый климат граната смотри это гранат цветет еще ох какой запах речку вот это хурман а вот это хурма а вот она прямо уходит если там это хурма растет в селах расположенных выше в горах абрикосы и другие фрукты и ягоды уже конечно не растут но растут менее теплолюбивые овощные культуры а вот например капустные поля в дакуспаринском районе как видите капуста вполне себе вырастает таких условиях там где не хватает места огороды местных жителей расположены прямо на склонах гор или на террасах рукотворные горные террасы это совершенно отдельная тема для рассказа о дагестане и обязательно если вы не были в дагестане то при просмотре вот этих видеокадров вы можете подумать что это вьетнам перу или китай но несмотря на то что об этом мало известно дагестан тоже был одним из мировых центров террасного земледелия и все террасы из этого видео дагестанский террасы в дагестане повсюду масштаб вмешательства человека в природный рельеф поистине велик самые известные террасы в дагестане чокские вероятно потому что находятся по пути в селы чок и гамсуты которые часто посещаются туристами ну и за свою красоту конечно недалеко от села чок можно встретить удивительно живописные холмы которые вот сейчас вы можете сзади меня наблюдать где просто горизонтальными слоями ступеньками растет трава изумрудная освещаемая солнцем это так называемые террасы и можно было бы подумать что это удивительное чудо природы потому что в таких это все масштабах потому что таких холмов много здесь возле чок а и по всему дагестану но эти террасы на самом деле рукотворные представляете рукотворные террасы недаром называют восьмым чудом света ведь их видно даже из космоса общая площадь террас в дагестане составляет 150 тысяч гектаров земли чтобы вы хоть немного представляли насколько это много следите за спутниковой картой вот знаменитые чокские террасы но если переместиться по карте буквально в любую сторону то мы снова наткнемся на террасу терраса здесь и здесь и здесь и здесь двигаем сильно на север и опять террасы и тут террасы и там террасы везде террасы если будете в горном дагестане то вы встретите их не раз и не два первые террасы появились горах дагестана еще тысячи лет назад но если сегодня террасы можно создавать буквально на глазах с помощью трактора то раньше все работы осуществлялись вручную но в то время конечно же не было современной техники и с теми технологиями тысячелетней давности люди которые здесь живут в окрестных селах в аулах горных они могли возвести эти террасы за несколько десятков лет то есть в течение всей своей жизни люди возводили эти террасы ради того чтобы обеспечить себе безбедное существование раньше жители гор выращивали на террасах почти все культивировали разные виды пшеницы и чменя бобовых на сегодняшний день подавляющая часть террас осталась лишь памятником многолетнему труду горцев последнее интенсивное использование террасного земледелия закончилось середине двадцатого века когда советские власти стали массово переселять горцев на равнины сегодня террасы да используются но в очень малых количествах в основном для садоводства в отдельных районах дагестана на них правда высаживают капусту картофель морковь даже зерновые большая же часть террас пустует на них даже возводят дома в растущих горных селах а также террасы используются как пастбище для выголоскота вот что что а животноводство в дагестане живет и процветает а а а Дагестан – один из лидеров среди регионов России. Так что шанс попасть в пробку и завес в Дагестане весьма велик. Около полутора миллионов голов ежегодно перегоняют или перевозят с зимних пастбищ на равнинах и в долинах на летние высокогорные пастбища. И обратно. Этот способ животноводства называется перегонное или отгонное животноводство. Он обеспечивает жителей горных сел трудоустройством и натуральным продовольствием. И даже, согласно исследованиям, помогает бороться с изменением климата. Но это, если делать все правильно. А если же нарушать сроки выгула скота на летних и зимних пастбищах, то это может пагубно влиять на сами пастбища. Отчего пострадают? Все. Поэтому перегон скота – дело важное и ответственное. Вы здесь с рождения живете? В этом это аул даже или ксило? Как это правильно? Ну, как аул, можно сказать. Горный аул. А чем вы тут живете? Скотину держим. На стройки выезжаем. В Россию выезжаем на заработки. Скотину держим. Соня, там, огороды, там, картошка. Скот там, основной. Ротцы, коровы, пачки. А в Россию на заработки – это куда и чем вы именно занимаетесь? Ну, строительство, стройка, основная. Кладка. Стройка. А куда ездите? Бывает в Москву, бывает там уже Тюмень. Разные регионы там сомневаются. В основном в городе Махачкали там работают. Зарабатываем там, кушат сюда и демократы. Ну, главное со своих сел не уезжайте. Ну, и так уже простая вещь. Основной молодой не остается еще. Корода уже все едут. Как часто на заработки уезжаете? Ну, как? Получится так и едем еще. Основного постоянно же не бывает. Созваниваюсь оттуда там. Есть работа, там есть дело, едете и зарабатываете. Потом приезжаете, можете тут долго жить, потом опять появится и едете. Ну, здесь я обратил бы ваше внимание на метод стройки. Как строит кладка. Она здесь особенная. Камень, сам по себе, он не пиленный, а он природный. Он бывает разных форм. Но нужно такие манипуляции делать, чтобы камень попал в камень. Я до сих пор не понял, как это они делают. Но они смотрят на кучу камней, они знают, какой камень, куда пойдет. Он просто с этой кучей, он именно выбирает то, что приглядело к нему. Бах! Он уже знает, что можно поставить. Если что-то подровнять, они молоточком так как-то искусственно это все делают. Тук-тук, отбили все, поставили. И вот так вот эти камни, я бы сказал, чтобы ты снял отдельно. И как это держится по два этажа, порой по три этажа. А как это все держится, до сих пор для меня остается загадкой. Они веками вот так вот, веками они стоят. А мы усиливаем арматурами, заливками, подушками. Сейчас мы пояса заливаем потом, чтобы усилить все это. А здесь вот каким-то образом им дается мастерство, да, которое передается в поколение, в поколение. Камень, накладка на глине раньше, ну, как дреди делали там же, так и сейчас тоже делается. Сейчас на основном ростуру моду пришел, цемент, песок сейчас есть уже. Раньше так не делали. Сейчас то есть, которое делают на грязи, так же строят. Как башню увидишь, там уже дальше будешь ездить. Даже башня там 4-5 этажей, вот это же на грязи сделано. Ночевали, двигаемся дальше. Спасибо за гостеприимство. Спасибо. Здорово, здравствуйте. Спасибо. Баркава, это что значит? Благодарность. Спасибо. Баркава. После ночлега в ауле Тлизда, мы с Шамсудином планировали отправиться на одно интересное мероприятие в горах. Но неожиданно встретились владельцы местного музея истории. Чем не причина посетить и сам музей? Встретили случайно местного жителя, а оказалось, что у него дома целый музей. Музей разных вещей древних с этих краев, с ближайших аулов, да, как я понял? Да. Вот. И сейчас мы отправимся прямо к нему домой и посмотрим эти вещи. Ну давай, поехали. Вот такие вот тут спуски. Музей уже здесь начинается с самых ворот. Сейчас мы это посмотрим. Это что за приспособление? Такое. Жернова? Жернова ручная, да. Жернова, ничего, из камня. Нет, мы всегда такие были. Вот тут сверху, внутрь засыпается зерно. Это крутится вот так. Когда-то внутри зерно, она легче крутится, а так может. Интересно, это археологическая скобка, да, откуда это, что это такое? Это тоже я снялся с сольмих замок там. Ну, что вот это? Очень древний. Ну, наверное, когда грузины жили... Тут еще крест, это еще от христиан осталось, потому что тут крест. И вот мы видим след, очень древний, это очень древний. Полторы тысячи лет назад в республику пришел ислам, а значит этому предмету вот такая вот просто древность. Этому предмету, значит, свыше полутора тысячи лет, а может быть даже целых две тысячи. Это все местное производство, здесь прямо в селах делали обувь, это все было у них дома, у большинства там людей. Можно сказать, что интересно, в этом музее можно все тронуть рукой, то есть соприкоснуться с историей. В Дагестане волков очень много, еще до сих пор осталось. Да, 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 еще есть. И раньше их вот такими капканами ловили. Вот ставят анг, и все. А что сейчас с волками делают? Не трогают их? Трогают, почему? Они же овец. Они едят овец, да, и с ними нужно бороться. А сейчас как борются, тоже такими капканами? Капканами и оружиями по разуму. И оружием. Здесь можно увидеть в углу, висит, я сначала не заметил, висит шкура. Это настоящая прошкура? Настоящая. А вот эта комната, куда мы сейчас пройдем, она стилизована под комнату старинную. Ну, может быть, наверное, времен СССР или чуть раньше. Вот. Тут разные вещи, они характеризуют быт, такой собирательный быт, нескольких десятков лет последних. Пройдем. Тут вот аккуратно. Потолок, ой, порог. Не стыдно. Вот здесь висит, что это? Тулуп. Тулуп. А у вас там такой большой. Этот тулуп характерный именно для этой местности. О! 200 лет этому кинжалу. Кость, ты там? Ручка так вот сделана. Интересно тоже с узорами. Если вы хотите приехать в Дагестан и увидеть настоящий Дагестан, то надо не только по туристическим местам основным проехаться, я думаю. Будет интересно подняться в горы, вот прийти в этот музей. Этот маленький, но уютный музей находится в селе Зиуриб. Ссылку на его инстаграм я оставлю в описании. Здесь вы сможете надеть вот бурку и папаху, и сфотографироваться, это будет очень здорово. И вообще ощутить местный быт, вот как это было раньше, несколько десятков лет назад, а то и 200 лет увидеть здесь предметы. Много аулов, каждый на своем холме, какие-то в низине. Это все невероятно. Ваш взгляд зацепится обязательно за что-то интересное. И настоящий Дагестан, в том числе здесь. Струны какие-то, это какой-то аварский музыкальный инструмент? Пандур. Пандур. Есть человек, который бы на ней сыграл? Все умеют аварцы, почти все умеют. Все аварцы почти умеют на нем играть, но надо найти еще такого аварца, который бы на ней сыграл. Я не умею играть на музыкальных инструментах, поэтому в этот момент вы можете выключить звук. Субтитры сделал DimaTorzok В горах Дагестана периодически проходят объединяющие мероприятия на свежем воздухе для жителей горных сел. На одном из таких мероприятий побывали и мы вместе с Шамсудином. Если не ошибаюсь, его название – фестиваль Цухита. На наших глазах жители сел соревновались друг с другом в перетягивании каната, в метании и поднимании гирь, а на закуску здесь даже были скачки на лошадях. Кто победил? Салам алейкум. Кто победил? Мы. Вы победили? Нет. Молодцы. Победили все. Салам алейкум. Салам. О, вы тоже и понимали. Салам алейкум. Салам алейкум. Красавчик. Молодец. Выложился. Таково. Какая панорама открывается после грозы. Тут только что минут 20-30 даже, наверное, лил дождь, был град. И вот буря ушла вон туда дальше, видно. Пейзажи, конечно, просто волшебные. В горных селах Дагестана я словно на короткое время попал в другой мир. В нем горцы живут в гармонии с природой, помогая друг другу. Здесь много интересного и удивительного. Натуральные продукты, красивая природа и горный воздух. Но одно дело окунуться в эту атмосферу на пару дней, а другое остаться в горах надольше. Или вообще жить здесь постоянно. Для кого-то, особенно для избалованных благами цивилизации, возможно, жизнь в горах покажется не очень насыщенной, не самой легкой и не самой привлекательной. А вот я с семьей прожил целый месяц в обычном дагестанском горном селе. И знаете что? Мне понравилось. Жили мы в небольшом селе Чоккомунно, Гунипского района. По будням я работал, по вечерам и выходным путешествовал по живописным окрестностям. Очень и очень живописным окрестностям. Один только вид из окна в нашем домике, чего стоил. Завтрак с таким видом способен задать настроение на целый день. Конечно, приходилось мириться с отдельными нюансами проживания в горах. За некоторыми продуктами надо было ездить в райцентр, Гунип. Рынок Гуниби работал лишь по субботам. И лучше было успевать попасть на него в ранний час. У нас ни разу не получилось. В селе не было организованного вывоза мусора, поэтому его также приходилось отвозить в Гунип. Гулять по улицам с ребенком было довольно пыльно и не очень интересно. Но мы нашли развлечение. Со временем стали забираться на окрестные горы или ездили на прогулку в природный парк Верхний Гунип. Во времени погоды здесь мог на несколько часов отключаться свет. Горный воздух в некоторых частях села мог быть, знаете, такой навозной свежести. Но это был незабываемый опыт, и я не прочь его когда-нибудь повторить. Почему же люди с каждым годом все больше и больше покидают свои родные горные села? Причин масса. Многие из них прямо или косвенно были уже затронуты в этом фильме. Это и отсутствие работы, и невысокий уровень жизни, и не самые простые условия для существования. Люди уезжают в села покрупнее, а затем в города, в поисках лучшей жизни. Многие горные села со временем становятся частично или полностью заброшенными. Самым известным таким селом является заброшенный аул Гамсутль. Но есть еще старый Кахиб, старый Гоор, Карада, Кала-Карейш, Ухул, Филя. В Дагестане можно насчитать сотни сел-призраков. Неужели со временем весь горный Дагестан опустеет? Статистика неумолима. Население горных аулов Дагестана сокращается с каждым годом. Но есть и кое-что, вызывающее пусть и осторожный, сдержанный, но оптимизм. Сейчас скоро буду восстанавливать наш фамильный дом. Это есть наш ИЭИ, это 250, около 250 лет. Это моего прадеда, который дом был. У меня фамилия Магомедов, получается. Так, у нас род Шапиев. Если правильно сказать, у меня фамилия Шапиев, получается. У нас, когда молодой был отец, ему Шапиев, это Магомедову фамилию поставили, там какие-то там документации, что-то перепутали. Домик для хранилища, короче говоря. Это был в том старом доме, который был, мы ее сюда перенесли. Пока временно, пока там ремонт делаем. Потом ее будет, туда перейдем обратно. Это такой домик для хранения продуктов. Она все на пазлах собирается без единого гвоздя. Вот так открывается. Конечно, интересно, интересно. Двери. Внутри раньше здесь отсеки были. У нее каждая доска, вот она внутри, все полностью. Каждая доска, все пронумерона. Она вот как конструктор разбирается и собирается. И дно, и потолок, все у нее, это, собираемая она. В пазлы все заходит. И внутри там бывают продукты хранили. Она когда закрывается, одно и то же температуру сохраняет. Вот эти, то, что вот плетенки были, их вешали, вот, вешают вот здесь наверху, на веревочках. И виноград ставили. Виноград бывает, вот осенью мы ее собираем, да, а с самой весны виноград сохраняется. Главное, чтобы виноград, он был, дрозд целый был. И не обшипанный, короче говоря. И на кончик дроздя, вот, где у нее оттуда идет, откуда сорвали, берем один виноград сверху ставим. И она за счет нее питается и сохраняется все это, да, в самой весны. После Нового года, короче говоря, свежий виноград бывает. Это люлька для малышей. Это люлька, наверное, еще наших отцов, которые, на котором нас катали. Эту люльку мы не нашли, это невесту отдавали. Вот это нашли, сейчас будем реставрировать ее и в доме, чтобы сохранилось. Все по частичкам собираем. Это как топорик маленький, это чтобы сено рубить для коров. Все разваливается. Это червячки покушали их местами. И будем сейчас реставрацию делать. Все на место будем ставить. Будем восстанавливать дом Шапиевых. Эту часть села Галотель называют Старый Галотель. Большинство домов там пустуют, многие уже разрушаются. Выглядит это очень колоритно. Мест не было когда вот так выращено. Делаешь землю сыпешь, корень пускает. И хороший виноград. Люди уже уехали, а виноград остался. Находится Старый Галотель в Шамильском районе. В очень живописном месте. Когда-то здесь был фамильный дом Шапиевых. На момент записи видео в нем уже давно никто не живет. Здесь жива мать, мамина родители. Уже жили отца родителей. Оба одноклассники тоже получали в одном классе учили. Это с маленькой стороны тетя им досталось. Можно было зайти. Раньше вот так вот стучали ворота. Вот звонок первый. Нет, сколько раз там стучать надо было? Здесь бывало два. Бывало большой и маленький. Если большой, если мужчина заходит, большим стучали. Если женщина заходит, маленьким стучали. То есть встречать приходит мужчина или женщина. А если маленький стучат, приходит встречать женщину. Вот это наш дом. Это получают отсюда до самого конца. Здесь два входа. С левой стороны? Да. Вот это ваш дом. Да, вот это наш фамильный дом. Вот тут вообще ручей течет. Это поливная вода. Раньше она вот так в дом заходила. Вот здесь была, вот здесь была, вон там верка, по-моему, вот здесь. Вот здесь верка была, вот отсюда она заходила. И через дом с той стороны выходила. И там было такое место, куда молоко все ставилось. Холодильника уже не было раньше. Это как своего рода холодильник в то время. Так вода заходила, все равно уходила. И продукты, чтобы сохранять, короче говоря, хранили в воде дальше. Сейчас, чтобы попасть, придется ключи потеряли. Давно не открывали дом. Ну, придется взломать. Продолжение следует... Вот эти, почему маленькие двери здесь? Маленькие они, потому что раньше обогревательных элементов печек не было. Чтобы тепло не уходили и потолки низкие были. И потолки низкие, и входы. О, вообще все в паутине вверху. Так, здесь целый музей. О, это вот лошадиные, вот эти всякие... О, это я уже знаю, что такое. Это древнее, это для сбора... Для сбора... Как думать, для чего это? Я знаю. Для сбора фруктов. Фруктов, абрикосов, персиков. Так, 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 так... Не, абрикосы там не соберешь. Это для груш и яблок. Вот такая маленькая комната. Вот дверца такая. Красная. Еще одна маленькая комната. Да. Тут также заросли. Просто все в паутине. Вот здесь было раньше... Окно было. Это вела к соседям. Когда что-то нужно было, они стучали через окно, открывали, передавали. Вот здесь была ниша. Здесь печка была. Они ее залепили там, чтобы эта стена держалась. Здесь готовили еду. Поднимемся теперь на второй этаж. На втором этаже как-то посветлее. Мы в основном здесь много чего менять не будем. Мы постараемся сохранить все, как было раньше. Вот столы, которые раньше были. Люди у нас на полу кушали. Это раньше своего рода носки. Носки такие? Я думал, это обувь скорее похожа на обувь. Галуши одевали сверху и вот одели. Да, раньше были вот это из овечьей шпуры, чтобы холодно не было. Вот эта часть дома, она достроенная. Вот видите, вот здесь такая маленькая трещина пошла. Вот эта комната, когда еще дед был, он когда-то с войны пришел, он основной здесь спал. И один из дней она рухнула, этот дом, вот эта комната. Я тогда, меня тогда не было, отец рассказывал, они тоже молодые были. Этот дом рухнул и они в суматохе искали деда под обломком внизу. И дед оказался, вот эта кровать, над кроватью упало бревно. И он как лежал на кровати, так и лежал. И когда они уже у него это начали спрашивать, там, кричать начали, там, папа, папа, кричать начали. Он говорит, вы не суетитесь, говорю, я здесь нормально говорю. Вот здесь веранда была у нас, получается, с прекрасным видом. Раньше всегда чай все пили здесь. Она из-за дождя, она упала. Мы сейчас ее почистили. Будем заново заливать. Обстановка внутри дома была самая печальная. Мне казалось, что вдохнуть в этот дом новую жизнь практически невозможно. Таким был этот дом всего полтора года назад. Работы по восстановлению дома было много. Но то, что забыли и на время перестали ценить, возвращается. Теперь это гостевой отнодом с четырьмя номерами. С настоящими горскими завтраками. И аутентичная обстановка дома в горном ауле. Отличная точка старта для поездок по знаковым местам горного Дагестана. Я от души рекомендую. Ссылка на инстаграм отнодома Шапиевых будет в описании. Так туризм способствует возрождению и дает настоящую вторую жизнь этим краям. Горные села Дагестана запали мне в душу. Очень глубоко. Это надо видеть. Здесь надо побывать. Перед поездкой в Дагестан, когда я сообщил в своем инстаграме о планах побывать в этой замечательной республике, одна из жительниц Дагестана, Зарифа, написала вот такой комментарий. Вы сдержитесь от поездки в Дагестан. Вы потом не захотите уезжать или ваше сердце будет желать вновь и вновь побывать в Дагестане. Это оказалось чистой правдой. Здесь, в горах Дагестана, я оставил частичку своего сердца. А Зарифа и ее муж Шамсудин, один из главных героев этого фильма, встретили нас буквально с порога. И сделали все для того, чтобы этот прогноз сбылся. За что им отдельное большое спасибо. Это еще не все. Большой фильм про Дагестан оказался даже больше, чем я думал. Поэтому я решил разделить его на три части. Сейчас вы посмотрели только первую из них. Дальше вас ждет еще больше красоты, еще больше погружения в Дагестан. Дагестанские ремесла, национальные блюда, проблемы Дагестана, Каспий, Гуниб, Хунзах, Юждак, Кубачи и еще многое-многое другое. Надеюсь, посмотрев этот выпуск, вы оценили, сколько труда в него вложено. Мне хочется, чтобы этот труд не пропал зря. Помогите распространить это видео, поделитесь ссылкой на него со своими знакомыми и друзьями. Расскажите о фильме в своих соцсетях. Вы можете поддержать выход новых видео на моем канале финансово. Это было бы очень кстати, так как Ютуб в прошлом году отменил монетизацию на аудиторию из России. Реквизиты вы найдете в описании и в закрепленном комментарии. Спасибо. А еще не забывайте подписаться на мой канал. Так вы точно не пропустите новые фильмы. До новых встреч на канале Путь НАП. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok